Это уже моя четвертая поездка в Штатах. Чувствуешь себя как какашка. Хорошо, что я не в Калифорнии. И куда бы я ни приехала, это поесть. Ты что, чем думала вообще? Сейчас мы попадем в самую жопу. Я вам, конечно, такого бы никогда в жизни не сказала. Живи, чтобы тебе было легко, хорошо и красиво. Жизнь тут намного дороже, чем дома. Это супер криминальный город. Вообще просто какой-то необъятный, непонятный мир. Даже там была мафия. Я могу выйти замуж за другую девочку. Ну вообще это не очень забавный факт, я вам хочу сказать. У меня глухой врач. Том один дома. С девочками у нас еще сегодня предполагается очень интересный вечер. Мои 10. Мои 5. Девочки сказали, что так и было. Ну что, на часах 5 утра, на улице еще ночь. А мы с вами стоим уже здесь с чемоданами. А это значит, что мы летим в Новый Штат. Мое такси меня уже ждет. Это уже моя четвертая поездка в Штатах. Я летаю каждый раз практически одна. Конечно, лететь с подругой, например, в Сиэтл или в Юту было намного проще. Но тем не менее, после всех этих поездок мне уже достаточно понятно становится, как где что распечатать, где и что мне сделать. Хотя, возможно, не до конца. Но, по крайней мере, в первый раз, когда я летела, было так страшно, было так непривычно и непонятно. И, не знаю, вообще думала, что я просто улечу в какую-нибудь другую сторону, примерно как Кевин Макалискер. И вот вы знаете, кто бы что ни говорил о наигранных американских улыбках, но здесь вот никто не скупится на комплименты, независимо от того, это девушка или парень, или даже какого возраста этот человек. Ты приехал в аэропорт в 5 утра, чувствуешь себя как какашка. Ты не выспался, мне кажется, я выгляжу просто не очень. Но сделали комплименты моим волосам, моим глазам, моему внешнему виду, и вот уже как-то сразу же становится намного лучше настроение. Ну что, ребят, счастье есть, потому что я нашла свою любимую кофейню, и она есть далеко не у каждого гейта, поэтому я рассчитываю на прекрасные латы и что-то у нас есть, и какую-нибудь булочку. Ну что, ребята, сейчас мы с вами летим в один из самых популярных городов Америки. Этот город славится своей историей, культурой, архитектурой. В нем родилось и выросло огромное количество известных людей, и даже там была мафия. Я в этот раз лечу огромным Боингом. Здесь просто целая куча людей. Естественно, я не в приоритетной группе пока что, поэтому ждать мне даже посадки еще придется очень долго. Я лечу в Чикаго, и Еленойс – это уже четвертый штат моего проекта «Код в Америке». Америка такая разная, и я решила узнать о ней побольше. Я летаю в гости к своим подписчикам из разных уголков США, беру у них интервью, и прямо из первых уст узнаю все подробности жизни в каждом штате. А также их история переезда, основные плюсы и минусы жизни здесь. Welcome to Chicago! И вот она, Ксюша, к которой я приехала! Привет! Привет! Возможно, сегодня последний теплый день этого года, потому что сегодня еще прилетело здесь душновато, так тепловато. Начинается потихоньку прохлада, сегодня 28, но, судя по прогнозу, каждый следующий день будет хуже предыдущего. Поэтому я кушу все прелести Чикаго. Судя по всему, завтра будет дождь. Вот прям погода решила показать мне все, как оно здесь есть и бывает на самом деле. Окей. Куда ты меня, Ксюшенька, привела? В капустный магазин за едой. В магазин наших местных товаров. Ксюша решила мне показать, вдруг чего-то мне не хватает в Сан-Франциско. Вот вы, смотрите, песнички. Что, конечно, здесь стоит? 3 доллара. Вот вам и зефир. И даже рулеты, золотой ключик. Все, что в вашей душе угодно. И вам оришки, и трубочки. Так забавно. Вот в Беларуси, помню, покупали такой серый элемент и попло. Очень прикольное ощущение увидеть это все просто здесь, в Чикаго. Я, кстати, даже в Калифорнии такого не видела. Всем привет. Сегодня я в гостях у Ксюши. Ксюша живет в Чикаго уже очень много лет. Она сейчас обо всем расскажет. Сейчас мы с ней в Иллинойсе, в городе Чикаго, точнее, даже в пригороде. Да. Но обо всем поподробнее, об этом штате, об этом городе и о жизни здесь. Привет, Ксюша. Привет, Катя. Расскажи, пожалуйста, как давно ты в Америке? Где вы уже успели, в каких штатах пожить? Откуда вы вообще приехали? Мы прилетели почти 9 лет назад из Казахстана. Жили в разных штатах, жили в Нью-Йорке, жили во Флориде. И теперь живем в Иллинойсе, не можем нарадоваться. Это, наконец-то, тот штат, который соединяет в себе все, что мы хотели и к чему мы привыкли. И здесь так все сложилось, что здесь похоже, что мы счастливы. Все хорошо. Что не понравилось в предыдущих штатах? Нью-Йорк, ну, это изначально был наш первый штат. Мы туда прилетели, посмотрели на американскую жизнь, начали как-то приспосабливаться. Потом поняли, что все-таки город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, это не Америка. Нас пригласили в гости. А сколько мы прожили в Нью-Йорке? Два года. Два года. Потом мы поехали в гости во Флориду. Ну, мы поехали не в какой-то такой, ну, не в Майами, да? Потому что Майами – это тоже не Флорида. Мы поехали в такой центральный небольшой, скажем так, городок рядом с Орландо на океане, Дейтона Бич. Он известен тем, что там очень чистый, красивый пляж, и там происходят как эти байкер-слеты всякие. Вот этим он известен. Очень красивый, чистый городок, безумно тихий, скучный. Я там чуть не померла от скуки, поэтому мы оттуда свалили как можно быстрее. Плюс нам не подошла эта сумасшедшая жара, влажность, змеи, крокодилы, бесконечная жара, лень. Ты ничего не хочешь делать. Ну, и, возможно, потому что мы жили в таком городке, где очень много пенсионеров, в принципе. Вот. Скучно, непонятно. Короче, все было не так, и я мечтала свалить. Но у нас родился ребенок, и мы решили, что нужно, чтобы немножко время как-то она там пришла в себя. И мы там решали все-таки, в какой штат нам ехать. Все, определились, поехали в Иллинойс. Выбор был между штатом Вашингтон, Сиэтл, и между штатом Иллинойс, Чикаго. Но, опять же, да, Чикаго, мы вчера уже поняли, это Чикаго где-то там, я в пригороде. Поскольку здесь у нас свой дом, здесь у нас хорошие русскоговорящие садики. Здесь, в принципе, все мы и живем. Ну, называем это все красиво, что мы живем в Чикаго. Ну, как бы, чтобы так было понятно все-таки, где мы живем, а где Чикаго. Сейчас мы находимся в Виллинге. Это вообще для меня Виллинг все время центр мира, потому что центр Иллинойса. Потому что я здесь живу, мне очень нравится этот район. Мне нравится, что здесь для меня все находится близко, все здесь круто. Но сейчас мы живем в районе Манделайн, потому что в Виллинге безумно дорогая недвижимость, скажем так, да. Мы не смогли здесь ничего купить, ни в Виллинге, ни в Полотайне, ни в Баффало. То есть не могли найти соотношение цены и качества, то, что мы хотели. Мы хотели только New Construction, поэтому мы поехали дальше. И, соответственно, сейчас, например, детей утром я везу минут 40-45 из-за трафика. Потому что мне очень нравится сад, и я принципиально не хочу его менять в другом районе. Сад русскоязычный? Да, русскоязычный сад. Сейчас мы его посмотрим. Он очень красивый, он потрясающий. Вот так вот выглядит русскоязычный садик в этих местах. Сколько стоит ваш садик здесь? Вот мы, например, у нас есть русскоязычные сады, мы ходим в маленький домашний садик. У нас стоит где-то, в зависимости от количества дней в месяц, от 1800 почти до двух. Ну, смотри, вот опять, как у тебя, ты говоришь просто цену, потому что у тебя ходят только младшие сады, правильно? Да. Вот, то есть у нас цена разная, потому что у нас, я помню, Санька я отдавала infant совсем маленький, что-то 440 неделя. То есть сейчас он же растет, и садик становится дешевле, потому что там как бы получается больше детей в группе, и это дешевле, где-то 300, 400, 350, 250, это зависит от возраста ребенка. И, в принципе, все сады в одной ценовой категории, я не знаю про домашние, никогда не водила, ничего не знаю. Вот, то есть вот эти сады все примерно где-то, наверное, 1000-1200, опять же, в зависимости от возраста ребенка. Единственное, вот первое, с чем я не могла смириться, скажем так, что когда, если вы болеете или не ходите, то вы всегда платите. Ну, как бы для меня это тоже был нонсенс, а потом мне сказали, Ксюш, ты что, это вообще так везде. Я уже перестала удивляться, уже это просто, ну, для меня стало правилом. Ну, вот и все. Поэтому впереди для меня вот следующий год, это школы, вообще просто какой-то необъятный, непонятный мир. Сейчас я буду в этом разбираться, ну, посмотрим. Есть у нас тоже школы платные, вот, ну, мы изначально опять же искали этот дом, да, чтобы у нас элементарий, первая школа была с хорошим рейтингом, да, и мы могли отдать, в принципе, арену бесплатно, потому что я не вижу, ну, пока не вижу, не понимаю. Возможно, потом мне будет с чем сравнить. Я послушаю всех, у меня есть друзья, у кого дети ходят в private school. Но, опять же, для меня раньше это было, знаешь, когда ты смотришь фильмы, ну, то есть там типа формы все такие, что-то супердорогое. Потому что, например, у меня была подружка во Флориде, и у нее ходила дочка в private school, ну, там вообще какие-то сумасшедшие суммы, формы заказывали из Франции, там теннис, не теннис, и там сумасшедшие суммы были. То есть я была просто в шоке, что такое есть, и как вообще. Тут, ладно, родить это вообще не проблема, похоже, воспитать, выучить. Вот это у меня было вообще ужасом. Сейчас, на самом деле, это просто, видимо, ну, опять же, от возможностей родителей. Вот, у нас таких возможностей нет, вот, и мы хотим дать ей нормальное, приличное образование с тем, чтобы она смогла поступить в хороший университет. Опять же, как мне уже подсказали, что, как бы, школа – это не настолько важно. Важно перед уже вот этим выпуском вкладываться вот в эти какие-то экстра занятия, и типа как по-нашему репетит. Но пока для меня это тоже все далеко не понятно, пока разбираемся, вот, посмотрим. Но здесь, например, я знаю, есть правит-скол, в принципе, с нормальной ценой, что-то там 600 долларов, 700 в месяц, так это дешевле, чем сад, понимаешь? И девчонки, например, мои подружки вообще в восторге от этих школ, потому что там многие темы не поднимаются, как в паблик, да, там, касаемости, там, он, она, оно. Вот эта ситуация. Я еще сама не знаю, не хочу про это болтать, потому что, опять же, каждый район, каждая школа настолько уникальна, настолько они все отличаются. Поэтому то, что там я вычитала на фейсбуке, я не хочу этим делиться. Я все это на своей шкуре, потом, опять же, буду все узнавать, потом уже могу тебе сказать. Вот. Но как подается, например, в правит-скулах, что мне рассказывали? Мне нравится. И, возможно, если у нас будет возможность, почему нет? Если это не такие какие-то суммы заоблачные, что я слышала во Флориде, да, 600 долларов, и если это, правда, отличается, либо есть уклон, когда ты видишь у своего ребенка, почему нет? Надо пробовать, надо просто идти и работать. Маме с папой с папой. А маме это вдохновляет. Так что, вот, такие дела у нас с садами и школой. Почему мы так долго едем? Потому что безумный трафик утром. И мое предположение, что они, зараза, настроили крутые, ну, как бы, эти дома и таунхаусы, да, они решили заполонить все эти там территории, а по факту дороги, блин, не построили. Ну, тут даже ни слова, блин, здесь хочется сказать хуже, да, но умеет. И ты едешь, ты стоишь в этой двухсторонней гребаной дороге, но еще, если там поезд, то все, ну, все, ты стоишь минут 20, и вот это меня напрягает. Но посмотрим, в следующий год школу, возможно, мы что-то поменяем, либо мы купим новый дом. В районе, который я хочу, придется заработать. Ну что, что могу рассказать про Чикаго? Сейчас мы едем по пригороду, и ты видишь, что со всех сторон очень много траков, очень много траковых компаний здесь, очень много вокруг тракстапов, потому что Чикаго – это большой транспортный американский такой чикагский узел, здесь очень много транспортных компаний, грузоперевозок, очень много семей трак-драйверов, таких же, как и я, да, как наша семья. Все как-то все равно взаимодействуют, либо заняты в траковом бизнесе, с многими семьями, у многих траковых компаний, в которых работают семьями, женаты, например, бухгалтер, аккаунтинг, что там она, safety manager, муж либо владеет траками, либо ремонтирует их, либо едет на траки, либо просто водитель. Ну, например, в моем окружении очень много семей, девчонок, которые, вот, все мужья. Я не знаю, как у вас в Калифорнии, наверное, там все айтишники, да? То у нас, ну, большинство, то у нас большинство – это люди, которые заняты в сфере грузоперевозок траковых компаний. Чикаго является транспортным центром Америки благодаря своему стратегическому географическому положению. Здесь проходит огромное количество железнодорожных путей, автомагистралей, водных и воздушных путей. Чикаго расположен один из самых крупных аэропортов во всей Америке. Все эти факторы эффективно обеспечивают движение грузов и пассажиров по всей стране, и неудивительно, что многие мигранты, переезжая сюда, открывают свои мувинговые компании и занимаются грузоперевозками и достаточно успешно. Везде все стоит, поэтому в Чикаго мы поедем на поезде, на метро, поезд, не на метро, вот, потому что мы не хотим стоять в пробках, мы не хотим переплачивать за сумасшедшие парковки, поэтому мы поедем налегке, в красивом, хорошем поезде, выйдем и пойдем гулять, вот и все. Вот, а где нужно, мы будем ехать на машине и стараться не ехать во время, во время, да, когда трафик, вот и все. Хотя сейчас мы попадем в самую жопу, в самый трафик, потому что с пяти, ну сейчас будем стоять, да, ну окей, будем петь песни, ты познакомишься с моими детьми, так что все будет хорошо. Ну, вообще, как я представляю, мне почему-то кажется, что вот именно в Америке как-то выгодно, что ли, что люди были как-то, как это сказать правильно, зомбированы, что ли, да, то есть у меня создается впечатление, например, по питанию детей, да, то есть сейчас я уже коснулась этой темы, мои дети в саду, скоро в школу, когда я начала изучать этот вопрос, то есть ощущение, что никому не нужна здоровая нация, повсюду эти килограммы наггетсов, френч фрайс, да, то есть дети, мне кажется, даже, то есть здесь либо супер-хелфи, когда тебе дают пареные брокколи, там, не знаю, и вечно пихают молоко, потому что это кальти, да, и это вообще все безвкусное, либо это вот этот джанк-фуд, это, например, кола, наггетсы, да, и френч фрайсы, и пиццы, и больше ничего, то есть, соответственно, дети толстые, дети большинство, ну, ленивые, ну, как у меня складывается впечатление, вот, и мне кажется, например, также, ну, то есть что касается у нас медицины, у нас все лечится антибиотиками, то есть нет никакой альтернативы, то есть не скажут, например, как мне, молодой мамаши, которая, там, например, не может отказать ребенку и дает ему молоко, вот, например, да, я не знала, что ребенку, когда у меня был первый, да, маленький, например, когда она, вот, идут, например, начинаются сопли, то нужно ограничивать молочку или молоко, там, то есть я этого не знала, а мне никто ничего не говорил, то есть просто вот на тебе антибиотик хоть, там, 10 раз в год и лечи, а, то есть, например, Ксюша, там, поменяй питание, там, присмотри, что ты там ей даешь, обрати внимание, то есть я считаю, что это одна из, одна из правил терапевта направить мать, как вырастить здорового ребенка, здесь, в принципе, никому ничего не надо, вот, мне почему-то кажется, что как-то в наших странах, да, как-то по-другому больше, может быть, там больше как-то, скажем так, больше ответственности накладывают на мать, а здесь, типа, здесь все так просто, я даже помню, например, есть же такое правило, когда ты начинаешь кормить ребенка, то ты там не можешь сладко есть, там еще что-то, здесь я только родила, мне вот так вот колу принесли, ты такая молодец, на колу я лежу такая, думаю, так нельзя же вроде сладкое, на колу, картошку, пиццу, ты молодец, ты родила, там, саппедуралка и вылетела, думаю, блин, ну, то есть здесь вот настолько все, здесь нет вообще никакого усложнения жизни, то есть здесь сделано, типа, все на изи, вообще бездумно, все вот только, вот это вот главный слоган, знаешь, живи, чтобы тебе было легко, хорошо и красиво, и вообще можешь не думать, не думать о последствиях вообще, чего бы то ни было, да, вот, поэтому вот это, мне кажется, немного как-то неправильно, потому что... Ну, что касается еды, так этим же очень сильно принципиально отличаются американские сады, например, то есть ты можешь хотеть, чтобы твой ребенок пошел там в американский сад, научился до школы языку и так далее, но ты должен быть готов к тому, что они будут есть мак-н-чиз, пиццу, бургеры и какую-нибудь, не знаю, фигню. И все запивать соком, и всякие вот эти вот рыбки с сыром, вот эти непонятные штуки. Да, поэтому я очень рада, что мои дети, скажем так, не в русском саду, а где другое питание, немного. Хотя мои дети тоже уже знают, что такое кетчуп, наггетсы, макдональдс и все остальное. Ну, как бы окей, я надеюсь, что, возможно, они сделают правильный выбор. Короче, когда нажрутся, потом будут понимать, что если ты хочешь быть красиво стареть, красиво взрослеть, иметь хорошее тело, вот эту всю красоту, которую сейчас пропагандируют, одновременно с этим, да, типа, ешь картошку, ешь наггетсы, но будь 90-60-90 с красивыми ногтями, кожей и все остальное, ну, такое же не бывает. Расскажи, чем штат Иллинойс, как штат принципиально отличается от других, какие у него особенности, и расскажи немножко о жизни в Чикаго, как это. Я знаю очень много всяких слухов, каких-то стереотипов, шаблонов. Если честно, до вообще вот того, как я начала читать про Чикаго перед приездом к тебе, единственное, что у меня было в голове, это, что это супер криминальный город, что просто вот, не знаю, типа, ну, удивительно, как здесь живут люди, и там, не знаю, типа, выходишь на улицу, тебя могут там убить и грабить и так далее. А к этому мы еще вернемся, ну, то есть расскажи сначала в целом отличие этого штата от остальных. Ну, про криминал, конечно, есть всякие новости, все, то есть я в самом Чикаго не живу, ночами не хожу, но я думаю, что здесь действуют правила, как и везде, то есть ты следуешь правилам, ты не ездишь в те районы, в которые тебе не надо. Живем мы, я считаю, в достаточно безопасных районах. За 4 года, что мы живем, 4,5 в Валеносе, у нас тьфу-тьфу-тьфу, все всегда прекрасно. Опять же, мы выбираем районы из-за хороших школ, из-за больших налогов, из-за стоимости. Соответственно, здесь, на мой взгляд, полиция работает очень хорошо. И, ну, в городе Чикаго, то есть как мы вчера с тобой уже поняли, да, то есть ночью я бы не хотела находить ситуации многих. Ну, опять же, понимаешь, как ты обостряешь, то есть тебя кто-то толкнул, ты можешь спокойно пройти и не обратить внимания, и если у тебя плохое настроение, ты можешь... Нарваться на конкурент. Да, да, опять же, где ты ставишь там свои, либо у тебя там, не знаю, какие-то лакшери-тачки, либо у тебя обычная машина, ты спокойно ездишь, ставишь на хорошую парковку. Ну, это опять же, насколько ты хочешь проблем, так ты везде и передвигаешься. Мы ездим всегда с семьей в Чикаго гулять днем, мы гуляем там в выходные, мы чувствуем себя безопасно, мы чувствуем себя хорошо. Ночами я туда не езжу, я знаю районы, куда не надо ехать, поэтому здесь, в пригороде, я себя чувствую очень комфортно, мне все нравится, меня все устраивает, но помимо того, что, конечно, здесь тоже бывает скучно, и не найти хорошее место, где поесть или позавтракать, ну ничего, это мы решим. Сейчас мы тут все скооперируемся, откроем места, которые нам надо, и все будет замечательно. Какие районы Чикаго ты бы не советовала вообще, в принципе, заезжать? Я даже не знаю, как они называются, я знаю, что это юг Чикаго, все это знают, где живут мало-мало обеспеченные люди на пособиях, это юг Чикаго, и это пригород Чикаго рядом, то есть все это прекрасно знают, все эти районы, никто туда не... Но пригород, это не ваш пригород? Нет, наш вот этот сабор, здесь вот этот северный, здесь все прекрасно, эти районы Баффало, Виллинг, Манделайн, Вернон-Хиллс, Гленка, Норвбрук, все отличные, все хорошие районы, все здесь люди адекватные, все нормально, обычно всегда хорошие соседи у нас. Не скажу прям, что мы не закрываем двери и не блокируем свои машины, но как бы все окей, там я пару раз гараж забывала закрыть, и никто ничего мне не вынес, все нормально. Но и также все равно у всех стоят камеры, у всех всякие вот эти вот безопасности системы, все у всех стоит, потому что вроде мы все дружим, все у нас хорошо, но мы все всегда, как это, на стрёме, ну как-то так сказать, что ли? Но мне кажется, это как в любом штате. Жили мы в Нью-Йорке, я тоже прям не скажу, что я себя чувствовала в безопасности, там эта полиция вообще не замолкала ночами. Во Флориде, да, во Флориде была такая тишина, что я уже думала, господи, когда-нибудь полиция вообще проедет. Но опять же, мы жили в таком городке, то есть он настолько был спокойный, тихий, с пенсионерами. В Майами, я думаю, прям сильно отличается. Даже Орландо, когда мы ездили, там есть районы, да, то есть там прям сильно отличается. Ну что, сегодня у нас первый реальный день, когда мы поедем гулять по Чикаго. Мы ждем сейчас пригородный поезд, который привезет нас в самый центр. 10 долларов, по-моему, стоил билет на целый день. В общем, ехать нам примерно 40-50 минут. Там зависит от, не знаю, трафика или от чего. Погода еще вполне себе неплохая. Хотя на сегодня передавали дождь, и я боялась, что я прям вкушу все прелести Чикаго, но похоже, что пока что нет. Хотя с каждым днем становится все холоднее. И вот в отличие, например, от долины, сейчас первые числа октября, и здесь уже каждый день становится все холоднее. Я уезжала, и мне на этой неделе в долине 30 градусов, и я думала о том, что я могла бы там еще лежать в бассейна. Но Чикаго, это вам не шуточки, это вам такой конкретный климат с теплым летом, даже, наверное, с жарким, я бы сказала, с холодной, ветреной зимой. Поэтому вы должны быть ко всему готовы, если приехали сюда. Ну и вот, ребята, к слову говоря, об общественном транспорте. Живя в пригороде, сюда очень сложно вызвать такси. Сейчас задерживается наш поезд, мы начинаем нервничать. Показывает, что дорога увеличивается. То есть, если мы планировали ехать примерно 50 минут 60 до центра Чикаго, то сейчас нам показывает час 30. Мы вообще не уверены, что мы уже успеваем туда, куда мы планируем. Поэтому это все я веду к тому, что те, кому кажется, что в Америке реально жить без машины, то вот в таких ситуациях ты понимаешь, что это нереально. Потому что постоянно двигаться на общественном транспорте, он не развит в Америке. Как бы вам не хотелось в это верить? Наверное, разве что кроме Нью-Йорка. Или вот, может быть, есть еще в самом Чикаго отдельно что-то наподобие метро. Но как таковой общественный транспорт, он здесь опаздывает, он приходит не всегда вовремя. Он вообще иногда, мне кажется, не приходит. И это, конечно же, не только в Чикаго, так и в долине, так вообще в любом месте Америки на общественный транспорт никто здесь не делает упор и особо не рассчитывает. Так, ну, не знаю, где лучше видно. Так, сейчас я покажу, как здесь внизу выглядит. Вот так внизу выглядят поезда. И сейчас мы, Ксюха, вон уже наверху посмотрим, покажем. Та-да-да-да-дам! Здесь, кстати, тоже опускаются? Да, можно. Очень даже чисто, вполне себе неплохо, вспоминая о Нью-Йоркской метро. Я вам, конечно, такого бы никогда в жизни не сказала, но все, теперь мы сели, нам осталось только доехать до центра. Еще раз повторю, что это стоило всего лишь 10 долларов на целый день кататься. И все, сейчас покажу вам немножечко пейзажа за окном. Ну что, вот так вот выглядит. В отличие, конечно же, от центра Нью-Йорка, здесь прям супер-чисто на платформе. И что, куда мы идем? Посмотрите, Чикаго. Посмотрите, сразу ощущение большого города. Сразу есть люди, даже небольшие. Посмотрите, толпы. И мы бежим сейчас на нашу первую туристическую точку. Ух ты! Чикаго, конечно же, встречает нас с дождем, но как могло бы быть по-другому? Я же вообще не поняла бы его прелести. Ну что, ребята, я хочу вам представить сегодня еще одну девушку, которую зовут Диана. Вы видите, девочка не боится выделяться. И я так предполагаю, что благодаря этому она выиграла конкурс красоты. Здравствуйте. Меня зовут Диана. Очень приятно познакомиться. Конечно же, стеснения у меня были, но все можно преодолеть. Расскажи подробнее. О конкурсе? Да. Ну, это была моей мечтой как бы с детства. Я всегда хотела выделиться и быть на сцене. И сейчас предоставилась такая возможность, что я могу вот осуществить эту мечту. А в каком году ты как делала? В этом? В этом, да. В августе проходил конкурс в Майами. И я представляла свою страну. С какой страны? С Молдовой. Да. И, наконец, привела вот первую интернациональную корону в своей стране. Ух ты! Поздравляю! Спасибо. Расскажи подробнее, чем ты здесь занимаешься. Сколько ты... Давай начнем, наверное, сначала. Расскажи подробнее, сколько ты в Америке. Жила ли ты где-то, кроме Линойса? Как давно ты живешь здесь? И вообще... Я переехала сюда 9 лет назад по гринкарте. И сразу же в Чикаго. И считай, что вот в августе, да, я празднула 9 лет пробывания тут. Но я не думаю по Камис переехать. И были мысли, конечно же, в Майами, как все любят, ближе к океану. Я езжу туда, я постоянно путешествую. Но я всегда хочу возвращаться домой сюда. Ты здесь чувствуешь, что твой дом здесь? Да. Вот я чувствую то, что живу. Вот Нью-Йорк для меня очень много ажиотажа там. А тут мне спокойно, я работаю, я в своих проектах. И уже много знакомых. Поэтому, наверное, тяжело, да, все начать с начала. Расскажи подробнее, чем ты занимаешься здесь? Я стилист. Но дома я закончила экономический. Так. Я работала там год, как помощь им бухгалтера, но решила, что это вообще не мое. Мне скучно. Я не люблю монотонность. Поэтому все, что связано с красотой, да, с артистизмом, это прям мое. Поэтому я тут обучилась год. Получила лицензию и начала работать. Потому что я не хотела без документов куда-то поступать и работать. Это не ценится тут. Ты не можешь полноценно зарабатывать. Поэтому я решила все начать сначала. Как сложно ли здесь вообще в целом получить лицензию, стать стилистом, войти в бьюти-индустрию? Это вообще-то, ну, не сложно, но дорого, да. Мне стоило это 25 тысяч. Для меня тогда, да. Это было огромное промоцово. Как косметолог тут ты делаешь и мейкап, и волосы, и ногти, и депиляции. То есть тут целый комплект. Но я выбрала свое направление. Я как бы ушла в мейкап, прическа и волосы, покраска и все остальное. То, что мне нравится. То есть я пытаюсь сделать целый образ для девочки, да. Чтобы она чувствовала себя комфортно от и до. Хорошо. 25 тысяч это стоил год обучения? Да. Где? Тут, в Чикаго. В каком-то... College, да. Empire. Empire Beauty School. Год каждый день от и до. Я была там и преуспела быть и на доске почета. Поэтому для меня было важно себя показать. Было трудно, конечно, когда ты не знаешь особо языка. И по-любому я сделала это. Получила лицензию, безумно рада. Но надо много-много трудиться. Я вот насколько знаю, поправь мне, если это не так, то когда ты учишься на мастера бьюти индустрии в Америке, ты учишься сразу на все, да? Да. То есть ты и ногти, и волосы, и макияж. Что вообще сюда входит? Тут входит все. Но, как я понимаю, да, чтобы стилист имел всегда... Чтобы он был занят, да, чтобы он был в работе. Если у нас дома принято, что если ты мейкап-артист, то ты делаешь только мейкап и все. Я же не люблю одно и то же. То есть если у меня на протяжении недели нет мейкапов, я не хочу бездельничать. Поэтому я зарабатываю на что-то еще. Надо быть более флексибл, да? Чтобы постоянно держать себя в тонусе, постоянно работать и стремиться к своим целям. Хорошо. Какие должны быть условия, например, есть ли какие-то четко оговоренные вот в Америке или там конкретно в Иллинойс условия, при которых ты должна работать? То есть должна ли быть обязательно отдельная какая-то студия? Или ты можешь сделать это дома, но, например, там только в отдельной комнате? Вообще есть какие-то правила? Да, если взять чисто по правилам, то дома мы работать не можем. Потому что мы должны созвать инспекцию, чтобы они проверяли, насколько все подготовлено к этому. И если, не дай бог, там человек поскользнется у тебя во дворе, будешь виноват и отвечать за это. Поэтому я не хотела это все брать на себя. И я начала работать в салоне, да. Открывать пока месть свой я не успела, но такое есть. Расскажи подробнее про цены на услуги. Я прям недавно смотрела интервью, да, не именно в Иллинойсе, а вообще во всех штатах, какие цены были. Конечно, они берут за час работы. И для балаяжа, для техники, да, они берут где-то 120 долларов в час. У нас намного дешевле, но, к моему удивлению, ничем не отличаются наши цены, чем в Молдове. Это меня удивило. То есть, если у нас тут покраска стоит 320 долларов, то там у нас то же самое. Но в Даунтауне, конечно, они стоят намного дороже. Цены на маникюр, на макияж, на... Расскажи подробнее. Мы стараемся вот между нашими девочками, да, держать какую-то определенную цену. Никто не скочит там 200-300 долларов. То есть, мы держим где-то определенно около 100-150. Вы договариваетесь с местными мастерами об этом или как? Ну, у нас, походу, это больше на подсознательном уровне происходит. Потому что, ну да, мы общаемся между собой. Есть девочка, с которой я контактирую. Но мы не обсуждаем, что ты должна поднять или давай подними или что-то. Такие разговоры между нами нет. Но мы пытаемся придержаться старых цен. Пока мы не зависим от того, что сейчас происходит. Мы пока мы с ним поднимаем цены. Чикаго известен своими небоскребами и инновационным подходом к архитектуре. Это делает его одним из уникальных городов во всей Америке. А еще Чикаго называют городом трех уровней. Это из-за трехуровневой системы дорог и инфраструктуры. Уровень улиц. Это обычная улица, на которой движется автомобильный и пешеходный трафик. Подземный уровень. Под Чикаго проходит огромная система подземных и железных дорог. И надземный уровень. Некоторые части города имеют надземные мосты и пешеходные мосты. А также железнодорожные мосты, чтобы обеспечить удобство движения между зданиями и районами. Смотри наверх. Довольный ребенок. Я обожаю большие города. Я обожаю небоскребы. Я обожаю вообще всю эту архитектуру. Мне все это очень нравится. Погода. Мне очень нравится погода. Но относительно Калифорнии, относительно Сан-Франциско, здесь вообще потрясающе. Здесь все так красиво, все так аккуратно, все так чисто. Блин, не могу перестать этим наслаждаться. Скайдек. Башня, в которую мы пришли. Сейчас мы попытаемся подняться на самый верх одной из высоток небоскребов. Внутри все здесь сделано. Тоже очень классно. Смотрите, много кафешек. Можно и посидеть, и кофе попить, я так полагаю, все что угодно. Но здесь нет как таковой туристической большой программы, потому что, например, в небоскребе в Нью-Йорке это был Summit One Vanderbilt. И в нем мы, конечно, прям такой экспириенс получили огромный. Там были очереди на вход, там было куча всего. А здесь нет даже окна. Чикаго, мне кажется, очень похожим, особенно вот с этой точки на Нью-Йорк. Мне прям очень нравится. Жалко, конечно, только что столько здесь тумана и не так хорошо видно, как могло бы, но все равно. Знаете, что самое интересное в Америке, это то, что часто в туалетах есть, например, вот такие там для тампонов прокладок, но всегда только монетки туда пропускают. Но если вдруг что, как бы вы знаете, как себя спасти. Но такое есть, к сожалению, не во всех американских туалетах. Так, ну что, ребята, мы с вами посмотрели очень красивое, почти не видно, правда, из-за тумана, но это неважно. Панорама прекрасного города со всех сторон, 360 градусов. Мы полежали в этой ячейке. Для тех, кто в первый раз, конечно, становится на высоту, это слегка страшновато. Но я осмелела и прыгала, и лежала там, и все окей. Сейчас мы, наконец-то, идем гулять по городу. Я надеюсь, что погода не испортится окончательно. Мы идем завтракать, в конце концов. И все, и смотреть, что же еще интересного Чикаго нам покажет. С каждым штатом я все больше и больше удивляюсь. Ну, сколько же еще могут стоить магниты? Господи, Чикаго переплюнул пока все, что я, блин, встречала. Двенадцать долларов за один магнит, ребята! Давай еще раз вернемся к особенностям жизни штата Иллинойс. Из того, что я считала, что это один из таких очень больших экономически важных мест. Здесь большое транспортное сообщение. Здесь очень богатая история, культура, в частности, конечно же, Чихаго. Это музыка, очень много известных людей отсюда, музыкантов. Что ты можешь сказать про штат Иллинойс? Давай пока Чикаго не трогаем, в целом про штат. Да, давай Чикаго не трогаем, потому что я особо там... Пока у меня маленькие дети, музыку я не слушаю по всяким операм, не хожу. Но все впереди. Знаю, что здесь очень богатая ночная, вечерняя жизнь, красивая. Есть куда ходить, есть что смотреть. Это все в моих мечтах, планах. Окей, до этого доживем. По пригороду, что... Очень люблю штат Иллинойс за то, что здесь есть смена погоды. То, к чему я привыкла. Здесь есть потрясающая зима, иногда снежная, иногда, конечно, холод. Но опять же, да, Чикаго называют городом ветров. Но опять же, если ты не живешь в самом центре даунтауна, где дует озеро, да, то тебе вот здесь, в нашей деревне, в принципе, комфортно. Так же, как и везде. Мне кажется, здесь так же, как и в Нью-Йорке, так же, как и во всех наших странах, обычная зима, есть снег, нету. Потрясающее лето, жара сумасшедшая, влажность, озера, аквапарки. Все тебе есть, никуда ехать тебе не надо. Это весна просто восхитительная, все цветет, все пахнет. Птицы, красота неимоверная. Куча у нас всяких парков. Есть шикарнейший ботаник, ботанический сад Чикаго. Моя любимая осень. Здесь вообще превосходно. Красота. Фермы, яблоки, тыквы, потрясающие хэллоуины. Но здесь круто, здесь есть все. То есть, ты вроде уже пример зимой, и все расцветает. И ты вместе с этим. Вроде уже все расцвело, хочется тепла. Вот тебе тепло, кайфуй. Вот тебе озеро Мичиган, которое выглядит, как настоящий океан. Там такого цвета вода. И здесь есть все. Хочется тебе красивой осени. Вот она тебе, пожалуйста. То есть, как-то даже бывали такие мысли. У меня есть друзья, которые ездят на зимовку в Майами. Иногда, конечно, она немножко затягивается. И такое ощущение, что уже заколебала эта сирота. То есть, ну, как бы вот просто сера на улице и ветер, знаешь. То есть, даже нету такого прям снега. Просто очень сера, промозгло. Ну, это иногда, конечно, затягивается, да. И когда у тебя есть возможность свалить в Майами, это очень круто. Вот. Но если нет, в принципе, ты можешь продолжать наслаждаться Иллинойсом. Ну, то есть, в смысле, здесь не холоднее, чем, допустим, там, не знаю, в России, в Белоруссии? Нет, я считаю, что здесь так же. Тем более, что, блин, ну, давай, реально, современный мир, где мы вообще ногами ходим? Вернемся к тому, что, например, в Иллинойсе вообще нет общественного транспорта. Ну, окей, это я уж слишком вообще. Есть какие-то у нас там автобусы, которые там двигаются раз, два, три часа. Я не знаю, вообще, мне бесконечно все время жаль этих людей, которые стоят и мерзнут. Ну, то есть, что-то передвигается. Есть поезда из пригорода в Чикаго, чтобы избежать всего этого трафика. Есть метро в Чикаго. Но ты везде на машине. То есть, в принципе, тебе негде мерзнуть, ты бедно нигде не стоишь. Если ты идешь с детьми куда-то, ты едешь, вот, например, зимой здесь есть все. Ты немножко отъехал в Висконсен, чуть-чуть, вот, наш сосед, да. Пожалуйста, у тебя горы, ты катаешься там на всем, на лыжах, на всяких этих тюбах, на всем. Тут бесконечные парки, везде на лыжах кататься. То есть, опять же, был бы снег, понимаешь? Но снега как такового нет. То есть, возможно, потому что сейчас уже, что это, климат другой. Ну, например, всю прошлое, просто я не особо мерзляк, я хожу вообще в жилетке. То есть, мне не так холодно. Это не наши зимы, мне кажется, как вот спроси американца, а как там в России зиму? Они думают, что, наверное, медведи ходят и все там в шапках. Но это же не так. Там даже уже шубы не одевают, поэтому, ну, я не знаю. Нормально здесь, здесь хорошо. Все преувеличивают, что ужасно холодно. Видимо, все-таки это зависит, опять же, от того, что вот ты, например, мерзнешь у меня дома, а мне комфортно. Поэтому здесь каждый человек меряет все по себе. Для меня вечная проблема в Америке, она стандартная, и куда бы я ни приехала, это поесть. Потому что я не люблю то, что едят американцы вот стандартно. Я не люблю все их вот эти вот какие-то жареные, не знаю, хашбрауны, какие-то яичницы и так далее. То есть, я люблю, чтобы это было более-менее полезно. Какой-нибудь, не знаю, авокадо-тост, причем желательно с цельнозерновой муки. Какое-нибудь яйцо пашот. Ну, в общем, чтобы салатиком вот с чем-то таким неубийственным для здоровья. И поэтому, чтобы было красиво, вкусно и еще и приятно и найти, это никогда не получается легко. Но мы в поисках. Вот смотрите, хочу обратить внимание, что, несмотря на то, что мы прям в самом центре, я еще не видела буквально вот практически ни одного бездомного. Ладно, там он кто-то стоит, такой, смотрите, одинокий. Но в основном здесь очень и очень даже приятно и чисто. И вот, кстати, кафе, в которое мы пришли. Так, посмотрим, что это заведение нам предложит. Так, все, теперь ждем мой заказ. Кафе, покажу вам, что здесь есть из выпечки. Она такая очень, мне кажется, американская, но, типа, выглядит в среднем. А вот этот самый разноцветный торт. Итак, весь мой завтрак, который обошелся мне. Ну, кстати, по ценам хочу вам сказать, здесь очень даже прилично все стоит. То ли это у меня вечно так выходит. Но, как видите, я отдала 30 долларов только за кофе и тост. И еще за макин почти 5. Очень похоже на завтраки в долине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, что самое забавное. Уже вот такой уровень знакомства по Америке за эти почти 2 года случился, что куда бы я ни приехала во все мои штаты, во все локации, встречаю огромное количество знакомых. Вот сейчас, например, я встретила мою подругу, которая как раз-таки совершенно случайно сейчас оказалась. Она живет со мной в Калифорнии. Когда я приезжала в Северную Каролину, я встречалась с девушкой, которая жила, и я была знакома с ней в Нью-Йорке. В Сиэтле, кто смотрел выпуск про Сиэтл, там была моя одногруппница, которую я не видела много лет после универа. Так что, ребят, сейчас моя подруга, которая жила в Чикаго несколько лет. Сколько лет ты здесь жила? Лет 7. Лет 7 жила в Чикаго. И сейчас мы здесь случайно встретились. И я просто уверена, что она расскажет нам какой-нибудь интересный факт. Ее зовут Асель. Всем привет. Мы как раз идем по набережной, и я рассказывала Кате о том, что на самом деле эту реку, во-первых, повернули вспять. Она текла раньше, впадала в Мичиган. И вообще она имела стратегическое значение, потому что сюда приходили грузовые корабли. И вот эти вот здания, куда мы направляемся, они были зернохранилищами, что-то вроде элеваторов. И это было очень просто погружать эти корабли зерном. И доставляли по всей Америке. Вообще Чикаго имеет такое действительно стратегическое значение, имел в прошлом. Здесь, если я не ошибаюсь, то железная дорога отсюда тоже пошла. Такая вот именно на доставку. Доставляли дерево, доставляли мясо, доставляли зерно. Да, кстати, Даш, ну ты один из самых больших транспортных каких-то центров Америки. Очень-очень важный, да. Кстати, не скажу, какой год, но в этой реке утонуло около 800 человек. Одна какая-то крупная корпорация сделала подарок своим рабочим и хотели их прокатить на корабле. Но дело в том, что то ли был перевес, то ли что-то там не сработало. Буквально корабль только отчалив, от берега, начал тонуть. А из-за того, что раньше костюмы были очень грустные и не было спасательных кругов, очень многие люди потонули. Поэтому, как бы, да, немножко грустненько. Ну что, самое, ну вообще это не очень забавный факт, я вам хочу сказать, но вот сколько мы здесь шли, почему-то буквально на каждом углу Асель рассказывала о какой-нибудь местной трагедии. Здесь был, как какое-то время назад, огромный пожар. Здесь сгорел вот просто почти, я не знаю, весь город. Тут утонули люди. Я не знаю, какой-то театр вышли и сгорел. Причем, ну, связывают пожар с коровой Олири. Такая семья, была здесь, жила, ирландская семья. И якобы пожар начался из хлеба, да, получается, где корова стояла. Якобы она дернула вот эту лампадку с огнем, с маслом, и все зажглось. Но потом, через время, буквально, наверное, вот именно в 20-м столетии начали проводить вот эти вот все исследования и доказали, что не виноваты были они. Ну, а представляешь, сколько лет, ну, клеймо висело на этой семье, что из-за них начался пожар, что Чикаго сгорел из-за них. Чикаго все-таки, он отличается даже вот от тех, где я уже была. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сиэтл. Чикаго, он прям выделяется. Я бы сказала, что он выделяется, ну, с приятной стороны, потому что достаточно чисто, бездомный и так далее. Бездомных как раз-таки меньше, чем вот я привыкла, даже скажем так. Вообще, какой уровень жизни в Чикаго, что ты можешь про него сказать? Какой для тебя Чикаго? Ну, как я тебе вчера говорила, он для меня просто какой-то безукоризненный джентльмен. Он прекрасен. Возможно, я его еще не настолько изучила, потому что все-таки я большинство времени провожу в пригороде. Здесь могу больше рассказать. Для меня он тоже, в принципе, загадка еще, которую я разгадываю. Но каждый раз, когда я приезжаю, считай, мне тоже есть с чем сравнить и Лос-Анджелес, и Майами, и Нью-Йорке. И нет, вот он прям в самое сердце. Он и в меру чистый, и в меру... Блин, он прекрасен. Вот даже вчера я была еще раз и пыталась как-то себя поставить на место туриста, но вот в нем все прекрасно. Ну, вот, правда, прицепиться не к чему. Единственное, что когда мы вечером уже шли, да, то есть как-то немножко некомфортно. И то опять мы просто шли такими улицами, были бы мы в самом сердце, мы просто ходили с открытым ртом от... Счастья, боже, какая красота на каждом доме. Мы сегодня еще походим, я так подозреваю. Ну, конечно, да, у нас сегодня вся ночь впереди. Вот как раз-таки сегодня мы поставим на колени ночной Чикаго, поэтому надо было интервью завтра записывать. Как тебе ночной Чикаго? Я бы с тобой тоже поделилась, потому что я особо никуда ночами там еще тоже не ходила. Чем вы здесь занимаетесь с мужем? Я, скажем так, домохозяйка. Я вдохновляю мужа на большие дела. Я вдохновляю мужа, окей. Да, я дома с детьми, также я вот начала организовывать женские встречи. То, чем я болею, горю, то, что мне нравится. Хочу объединять людей, скажем так, да? Хочу создать такое комьюнити, именно женский, клевый, где мы можем друг друга заряжать, где мы можем, возможно, даже прийти поплакаться в хорошем таком безопасном пространстве, и никто нас не будет осуждать. Возможно, это все сделано для того, чтобы иногда ты не всегда можешь, например, поделиться в своем окружении, либо ты хочешь его просто поменять, либо ты вообще столкнулся с тем, что в миграции тебе тяжело. Это может касаться как и первый год в миграции, так же и десятый. Потому что я считаю, что это как-то все стихийно, волнами такими приходит, уходит. И вот для этого я хочу это создать. А мой муж, как мы и говорили до этого, да, что Чикаго – это шикарный транспортный узел, здесь прекрасная сеть грузоперевозок. Опять же, да, Чикаго, штат Иллинойс – это все-таки грузоперевозки, это трек-драйверы, это траки, это бесконечные траковые компании. И мы, соответственно, тоже в этой сфере, потому что и приехали мы сюда, потому что здесь очень удобно. Приехал, уехал, все здесь находится, все решается, мне кажется, здесь, в штате Иллинойс, поэтому и мы здесь. Вот, и мой муж занимается в траковом бизнесе. Сколько он уже этим занимается? Семь лет, да, то есть началось все с того, что просто надо было выгребать. Мы просто не справлялись со счетами, английский, ну, что скажем, почти, ну, окей, плюс один уровень, скажем, такой образование. Когда там, ну, то есть когда у тебя есть семья, ты не особо можешь пойти там учиться, знаешь, тебе нужно всех кормить, тебе нужно за все платить. И, соответственно, конечно, Андрей получил сидиел и отправился в далекий путь. Вот, но мы все время ищем, стараемся искать положительные стороны, да. Он, например, знает всю Америку. Я не, да, конечно, я с ним тоже ездила, смотрела, интересно. Ну, окей, я буду вдохновлять, я решила. Вот, ну, вот, вдохновляла, что уже как бы от водителя Андрей постепенно-постепенно двигается, там, карабкается, вот, поэтому нет предела развитию. Нам еще многое предстоит сделать, но многое и сделано. Помимо того, что я блогер, ютубер, езжу по штатам, путешествую и снимаю видео, я вообще-то еще и мама двоих детей. И при этом, при всем я стараюсь максимально исследовать и узнавать способы, как воспитывать детей без криков, истерик, тонны успаковительного в кружке и седины в голове. И если вы точно так же ищите способы, то я хочу посоветовать вам очень классный ютуб-канал, на котором педагог с 10-летним стажем из Флориды и мама также двоих детей снимает огромное количество полезных видео для того, чтобы помочь вам, для того, чтобы понимать, как дети развиваются, для того, чтобы облегчить эту задачу, для того, чтобы и у вас, и у детей вместе было полезное, приятное времяпрепровождение без всех негативных, вытекающих отсюда последствий. Обязательно подписывайтесь, смотрите, я уверена, что вы найдете для себя там огромное количество информации, которая вам поможет, подскажет, лайфхаки и так далее. Слушайте, ребята, если честно, я просто в восторге от Чикаго, потому что это что-то такое очень интересное по такой мегаполисовской архитектуре, как Нью-Йорк, как Сан-Франциско, только чище, приятнее, по-джентльменски, как говорят. Напишите, были ли вы в Чикаго и что вы вообще о нем знаете, вот прямо сейчас в комментариях. Вот в этот ресторан мы пойдем, в один из наших дней. где-то на каком-то этаже. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы взяли экскурсию, мы поедем сейчас по реке, по которой мы гуляли. Мы будем все узнавать про архитектуру, видать красивые места. Сейчас покажу, что внутри. А вы, кстати, посмотрите, обратите внимание, здесь вот такая очень красивая бирюзовая вода. Вот как это все выглядит в нотаре. Здесь есть столики, бар. И вот здесь вот. За это к счастью мы заплатили что-то, по-моему, около 40 долларов на человека. Субтитры сделал DimaTorzok Так, смотрите, для того, чтобы мы смогли из города выехать в озеро Митеган, Они закрывают вот здесь. И потом будет открываться вот там. Теперь, ребята, посмотрите здесь. Я держу мои руки в озеро Митеган и я пойду к вам. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята готовы поделиться с вами небольшими своими впечатлениями о сегодняшнем дне. Я в восторге от Чикаго. Здесь потрясающе все. Люди очень красиво одеваются. Не такие, знаете, через 5 минут на хайк, как в Калифорнии или в Сан-Франциско. Не такие разнарядные, как в Лос-Анджелесе. Не такие выделяющиеся, как в Нью-Йорке. Такой, знаете, город джентльмен. Все такие как будто аккуратные, красивые. Все, вот все как надо. Река потрясающая, пейзажи, панорама. Мы выезжали в озеро Мичиган. Было очень красиво. Мичиган, наверное, да? Правильно? Вот. Ну, погода сегодня, конечно, тоже нас, в принципе, к вечеру распогодилась и все очень порадовало. Я в таком приятном предвкушении, как бы впечатлении от Чикаго. Я не знаю, все какие-то мои, знаете, негативные моменты, которые я там читала, они пока что не оправдались. Я даже не хочу думать о каких-то, знаете, там преступностей и так далее, потому что этот город просто влюбил меня в себя. Я от него в восторге. Здесь намного... Мне кажется, действительно, это считается одним из самых красивых даунтаунов, одним из самых красивых архитектурно городов, центров. И я полностью с этим согласна. Здесь просто потрясающе. Есть вероятность, что она сейчас прыгнет мне в волосы. Привет! Смотри, смотри. По-моему, вообще бесстрашные белки. В общем, ребята, мы сейчас в Миллениум парке. Это одна из достопримечательностей Чикаго. И вот она, та самая фасолина, с которой все обычно фотографируются. Но, видите, нам не очень-то сильно повезло, потому что здесь все загорожено, добраться до нее невозможно. Но, если что, у меня точно есть видео доказательство того, что я здесь была не в самое просто лучшее время для того, чтобы подойти к ней поближе. Но, тем не менее, потрясающе красивый парк. Наверное, напоминает чем-то Централ Парк в Нью-Йорке. Наверное, напоминает чем-то Голден Гейт Парк в Сан-Франциско. Нереально красиво, природа. Да все, я могу, мне кажется, петь Оды Чикаго, по крайней мере, сегодня. Потому что погода позволила насладиться всем, чем только можно. Действительно, целиком полностью согласна. По поводу архитектуры. Она здесь очень, очень такая, я бы сказала, знаете, утонченная. То есть ничего не напихано лишнего. Вот все-таки Сан-Франциско, он такой, я бы сказала, на любителя. Несмотря на то, что я живу прямо там возле него. Вот из-за ветров, наверное. Хотя, кстати, я здесь, наверное, просто ветра еще не зацепила. Мне обещают завтра вкусить всю прелесть. Поэтому сегодня просто оставим такой комментарий о том, как же здесь классно. Сложно ли вообще находить клиентов? И как... Это как это происходит? Да, насколько окупаемая профессия здесь, в Америке? Я просто знаю, что очень много девочек, которые, знаешь, там, перед переездом в Америку закончили быстро, там, не знаю, в наших странах какие-то курсы, не знаю, там, пощипать брови, сделать перманентный макияж, там и так далее. Они все более чем уверены, что они приезжают сюда, они их здесь разрываются руками и ногами. Они могут это делать, там, тихонечко на дому и так далее. Развей, пожалуйста, вот этот миф всех девочек, которые вчера закончили, там, допустим, в Беларуси курсы вот мейкапа или курсы, там, стилиста, приехали сюда, что их ждет? Конечно же, я думала об этом, я тоже закончила дома мейкап, но решила все-таки удостоверить документально это все тут. Если работать чисто в нашем окружении, то да, ты можешь работать и из дома, и все остальное. Но есть много нюансов, когда клиенты могут попросить, верни мне деньги, мне что-то не понравилось, да, или я на тебя подам суд, верни мне все. Ко мне таких претензий как бы не было, но я знаю такие ситуации, и лучше, когда у тебя есть лицензия, и ты можешь, да, дорогая, да, конечно, если тебе что-то не нравится, подавай, мы будем разбираться дальше. Но, само собой, рекламой как бы в интернете, чтобы я продвигала, как бы это, нет, у меня больше работает сарафанное радио, то есть я начинала, да, было мало подружек, там, сделала всех, кому бесплатно, кому за очень маленькую цену. Но так набралось, и они придавали друг другу, и так и работают до сих пор, вот уже 6 лет, у меня больше от человека к человеку. Вот я сделала, мне понравилось, вот и ты пойди. У нас же есть такое, ой, ты сделала, я тоже хочу прическу, в смысле, ты более наряднее, чем я пойду, или что-то в этом роде, да, все хотят выглядеть красиво, и поэтому, да, мне это в плюс. Сколько в среднем зарабатывает стилист, визажист, косметолог? Ну смотри, у меня ребенок, поэтому я работаю только полдня, и если взять вот 4 дня в неделю или 5, когда как, то в месяц у меня получается 4 тысячи, да, но около того. В принципе, работы, как ты говоришь, полсилы, это вполне неплохой доход. Да, но есть, когда ты просыпаешься в 4 утра, ты выезжаешь, но это не каждый день, так что, да, в целом мне хватает. Конечно, есть желание еще больше продвигаться и все это develop, развиваться, да, конечно, но пока мы все хорошо. Правда ли, что здесь больше ценятся русскоязычные мастера? Правда, потому что мы с Европой, как бы у нас больше амбиции, да, требований к саму себе в первую очередь, и у нас более требовательные клиенты, конечно же, они ожидают сервиса, который они видели дома, а не то, что они видят тут. Но есть и талантливые американцы, да, я согласна. Сколько стоит базовая вот услуга, например, там, собрать девушку на, не знаю, вот, ну, на вечеринку какую-то, то есть хороший полноценный макияж, например, там, с прической, чтобы она под ключ была готова? Ты знаешь, сейчас девочки очень редко делают выбор на прическах, да, они больше любят какую-то легкую укладку, и цена зависит, конечно, но где-то, ну, 180-200 долларов. Собраться на мероприятие? Да. Свадебно отличается по цене? Я бы не сказала, потому что я люблю, чтобы стойкий макияж был абсолютно у всех, то есть я не буду невесте ставить там определенной, а другим не ставить, потому что, ну, все же любят до утра иметь полноценный макияж, поэтому я не скудна к этим вопросам, нет. Расскажи твой опыт вот жизни здесь, в Иллинойсе, в Чикаго, какие ты выделяешь три плюса и какие три минуса? Что тебе три момента, три, которые прям очень нравятся здесь, а три, может быть, к чему-то ты еще не привыкла, с чем-то ты еще не смирилась, или, по крайней мере, что тебе бросалось в глаза, когда ты приехала? Чистота. Чистота и улыбчивость людей, как они открыты друг другу, да, где-то мне казалось, что они, да, фиктивны, но они готовы тебе помочь. Да, они не смотрят, не обсуждают там тебя, что вот, ты приехал, или что-то в этом роде, кто-то такая. Нет, были очень добрые люди, и помогали, и консультировали, и не было никакого дискомфорта. Из еще плюсов, ну, у нас очень красивый даунтаун, конечно же, у нас есть где погулять, что посмотреть, у нас хорошие люди, талантливые, и тут какой-то собрался наш кружок, что уже у всех есть связь, да, если что-то, какое-то мероприятие хочешь создать, то у тебя есть и флористы, и стилисты, и фотографы, и все-все-все, все, да, все рядышком, и мы между собой общаемся, в группах, конечно, и очень легко все доступно найти. Из минусов, это и плюс, и минус, как бы я хотела выбрать город, чтобы было похожим по климату, да, с Молдовой, чтобы я ездила туда и не чувствовала никакой разницы, но я честно устала от такого короткого лета, да, потому что я хочу больше тепла, и это, да, немножко настораживает, но есть еще высокие цены, почему нет, вот эти налоги, конечно же, тянут тебя вниз, тут дорого жить, но не дороже, чем других, как бы, штатах, как Калифорния, да, 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 то есть, соотносительно, тут даже очень ничего. Так, еще один минус? Честно, да я не вижу минусов, кроме этого. Хорошо, вот спрошу тебя про криминал, вот интервью было с Ксюшей, она прям сказала, что нигде не сталкивалась, но меня прям очень пугали этим городом. Ну, ты знаешь, когда я смотрела с дома эти фильмы, все про Чикаго, все бандиты, все вот это, я приехала, думала, боже, неужели что-то осталось из этого? Эти ситуации, когда были два года назад, да, в Дамутауне, вот эти все, как бы нас, боже, это не касалось. И даже больше скажу, я была вот на соуссайде, да, я поехала, сделала себе там кудряшки, да, все удивлялись, Диана, куда ты поехала, ты что, чем думала вообще? Не так страшно. Да, я была одна белая ворона в этом салоне, но очень хорошо ко мне относились. Ничего страшного не переключилось, как приехала, так и уехала, и все нормально, слава богу. Хорошо, поделись, пожалуйста, что здесь в целом по населению, я имею в виду, какие здесь преобладают нации, например, там, не знаю, белые, афро-Мексика, потому что в Калифорнии, например, большинство это азиаты, индусы, мексиканцы и остальные, там, вот белые, например, афро-американцы. Тут даже надо подумать, потому что в Баффало-Грове все наши. Все русскоязычные. Все русскоязычные. И я, когда переехала в свой, да, суборбс, там больше американцев было, сейчас, наоборот, опять наши. Поэтому я даже не знаю, наши везде, и, конечно же, есть определенные уголки, где есть индусы, да, где есть больше мексиканцев. Вот, где я жила, на Харлеме, да, в Чикаго, прям, там много мексиканцев было, прям, очень. Других, ну, афро-американцев, да, есть, но у них своя территория, как бы. И все у нас по балансу. Просто, чтобы вы вообразили размер, такой приличный большой монумент. Здесь уже повечерело, потемнело, становится, знаете, немножечко более стрёмно здесь находиться, поэтому мы уже двигаемся максимально к нашему поезду, чтобы попасть, Ксюша, домой. Вот, пока не потемнело было, короче, как-то было спокойнее. И сейчас прям очень много людей начало, ну, скажите, знаете, странных людей выходить на улицы. Их прям вот на каждом углу становится все больше и больше, поэтому мы прям ускоряемся. Мы решили по дороге зайти в очень популярную сеть бургерных. Я делала, кстати, когда-то обзор, мне на сайте есть в шейк-шак. И сейчас чего-нибудь закажем. Ты что берешь? Хаттог и чиз френч-крайс. Кстати, что у вас здесь считается традиционным? Вот я поняла уже этот... Хаттог, чикакский пипец. Хаттог и пицца вот эта, которая с песочным тестом, да? А бургеры? Понятно, мы же в Америке. Божественный хаттог. Расскажи немножко про... Вот вы уже живете в своем доме. Я знаю, что вы уже до этого покупали квартиру. Вообще, расскажи немножко про цены здесь. Если ты знаешь, сколько стоят аренды здесь, например, вот в пригороде и в самом Чикаго примерно плюс-минус. И сколько стоит покупка квартиры, дома? Что могу сказать про аренду? Жили мы долго на аренде. Опять же, зависит все от ваших запросов, от ваших возможностей, от вашего семейного положения. Но, например, скажем, что если сравнить Нью-Йорк, потому что у меня есть там друзья, например, я знаю, какие цены там сейчас и что там за такие деньги предлагают, то я все время говорю, как вы до сих пор там живете, валите уже в Иллинойс, потому что здесь, в принципе, все то же самое. Многие держатся, знаешь, потому что здесь очень много русскоговорящих людей, много русскоговорящих комьюнити. И, в принципе, если ты в английский как бы, ну, не perfect начнем, да, но ты можешь сказать my name is, то ты здесь можешь, в принципе, устроиться. Вот. По жилью, ну, сейчас вообще очень многое изменилось. Сейчас везде все подорожало, но в one bedroom это, ну, минимум полторы-две. Опять же... Это где, в Чикаго или здесь? Мы сейчас говорим про пригород. Чикаго. Чикаго, если это какие-то вот эти высокие красивые дома, то я думаю, что это вообще две-три тысячи, что я знаю. Плюс, какой-то, какие-то ниже домики маленькие, где-то прям рядом с Чикаго, я не знаю, я выдумывать не буду. Но я думаю, что здесь, в принципе, везде сейчас, но в one bedroom дешевле полутора ты не найдешь. И нужно не забывать, да, что, опять же, с кем ты связываешься. Ты снимаешь напрямую у хозяина, ты снимаешь у менеджмента. Ты должна понимать, то есть, как ты с хозяином, сколько он с тебя может взять хоть за год вперед. Когда мы приехали с Андреем, у нас не было еще таких вот документов, да, на которых не было кредитной истории, вот это вот, всего, что должно быть, да. То есть, у нас были наши паспорта и виза, здрасте, мы приехали, какие-то деньги на счету. В итоге с нас содрали вообще за 8 месяцев квартиры. Поэтому, ну, а потом мы вообще узнали, что там кто-то там как-то передал, пересдавал в три раза дороже. Ну, понятно, все пытаются на тебя заработать. Поэтому я считаю, что здесь как-то... И, например, да, вот то сравнение, которое я знаю, и меня до сих пор это просто удивляет, что мне кажется, я не знаю, как в Калифорнии, но, например, вот штат Нью-Йорк, именно Нью-Йорк город, то есть, если ты снимаешь квартиру, то ты должен заплатить такую же стоимость риэлтору. То есть, для меня это было нормально. Но когда я приехала во Флориду, помню, и мы искали себе квартиру, и я не обращалась до последнего, потому что у нас так было как бы денег впритык, и я думала, блин, я сейчас еще должна риэлтору отвалить и квартиру еще найти, понимаешь? А оказывается, что только в штате Нью-Йорк риэлторы берут деньги, потому что во Флориде они тебе помогли, ну, нам, например, помогли совершенно, ну, не то что бесплатно, то есть, им заплатили менеджмент, которым они нашли. То же самое и в Иллинойсе. То есть, не надо никому здесь платить, я имею в виду, из риэлторов. Ты, я просто часто вижу, я подписана во всех этих на Фейсбуке группы, знаешь, там, свои в Чикаго, еще что-то. И есть прекрасные люди-риэлторы, которым ты звонишь и говоришь, здравствуйте, вот такой запрос. Есть такие деньги, есть такие документы, и они вам помогают, и им платят те, которые сдают люди. То есть, ты можешь обратиться за помощью, мне кажется, как бы бесплатно, а не как в Нью-Йорк. Ты приезжаешь, тебя готовы выдаить все, и ты сидишь потом уже такой в шоке. Вот этим прекрасен Иллинойс, так же, как и Флориде, да, когда я узнала, что здесь тебе, в принципе, помогают. Вот, и я отошла от цен, да, то есть, ну, вот, сколько ту бедрум. Опять же, понимаешь, то есть, это такая сумма, кто-то где-то там в каком-то не очень районе может снять за тысячу. У всех разные запросы, да, поэтому, ну, мы, на моем примере, то есть, у нас в Иллинойсе наша самая первая квартира, первая квартира стоила 1800, четыре с половиной года назад, вот, но это был new construction дом, у нас в доме бассейн, спортзал, все красиво, все новое. Какой-то город был? Увелинг, вот здесь недалеко, и сейчас мы живем в Мандалане, вот, то есть, сейчас много отстраивается таких домов, и я считаю, что вот, просто единственное, чтобы попасть в них, там должны быть определенные правила. У тебя должны быть определенные документы, определенные деньги на счету, ну, все как обычно. Кредитная история, налоги, которые ты платишь, то есть, например, в такой дом ты не сможешь, грубо говоря, попасть, там разные нюансы, поэтому изначально, я думаю, что люди, которые только приезжают в штат, и которые, например, вообще только в Америку, здесь будет немножко сложновато, то есть, здесь именно снимают у людей, которые передают свои, то есть, в такой билдинг ты не заедешь. Ну, либо тебе кто-то поможет, у тебя есть какие-то друзья, родственники здесь с хорошей кредитной историей, с хорошими налогами и все, что они могут показать, потому что, с другой стороны, это круто, то есть, эти билдинги, они тоже себя, как бы, как это сказать, обезопасиваю, такого слова нету. Короче, тоже у них есть безопасность, кто живет, как живет, то есть, опять же, сколько ты платишь, так, ну, как бы, так ты и живешь, вот. По домам, ну, я не знаю, мы, ну, я называю, что мы живем в доме, мы купили таунхаус, да, то есть, мы купили угловой, мы изначально хотели, чтобы у нас было по минимуму соседей, потому что наши дети шумные, но вообще дети шумные, мы не хотели больше никаких конфликтов с соседями, у нас так было в предыдущей истории, вот. Почему этот район? Потому что здесь хорошие школы, потому что нам для нас это уже важно, здесь нормальные налоги, ну, для нас, которые мы можем потянуть, скажем так, и, в принципе, за эти деньги, я считаю, неплохое жилье. Есть, конечно, лучше, есть лучше районы, лучше школы, дороже дома, то есть, здесь разброс такой, но здесь просто всегда нужно не забывать, что помимо того, что ты там впишешься в долгую, в долгую на дом, тебе нужно еще постоянно все это выплачивать, а налоги, которые, ну, Элиной славятся налогами на недвижимость, они только растут, и тебе нужно все это учитывать, чтобы ты вообще смог все это выплатить, а не просто бездумно схватить и купить замок за миллион. Сколько стоил ваш таунхаус? 400, вот, мы его купили еще со скидкой, и мы его купили в момент, когда вообще ничего не было, то есть, мы его купили просто по карте, вот, поэтому я думаю, что это тоже сыграло на цену, потому что то сейчас, что уже построено, хотя у нас нет ничего построено, все продано, то есть, все было продано на момент постройки, вот, ну, например, сравним, да, смотрите, наш таунхаус в Монделайне, ну, то есть, если кто-то так ориентируется по городкам в Элинойсе, стоит 400, так в нем 2400 скверфит, тот, который мне безумно понравился в Шамбурге, есть такой район, он как бы поближе к Чикаго, скажем, да, там хорошие школы, был очень красивый дизайн таунхаус в Модерн, окна в пол, все лакшери, все как мне нравится, вот, ну, 1700 скверфит за 600 тысяч, ну, то есть, разница, понимаешь, даже в метраже, в цене, и это мы не говорим про налоги 18 тысяч, и все остальное складывается, что ты помимо этого еще платишь, мы просто поняли, что, ну, сейчас то, что мы купили, это лучшее, что мы можем себе позволить на данный момент, ну, для нас, вот и все, чтобы не остаться там без штанов, в итоге, когда ты платишь ежемесячно, мало купить, потом это надо как-то уплачивать, вот, поэтому у нас вот так, как бы, так и живем. Мы приехали в близлежащий пригород Чикаго, район называется Венетка, мы приехали позавтракать, и это считается дорогим, хорошим районом, где-то, я так понимаю, где-то недалеко отсюда этот дом, дом один дома, вот, который снимался в первой части, наверное, во второй тоже, мы его тоже поедем смотреть. Я заказала себе какой-то греческий авокадо тост, и ладно, за все про все, почти 20 долларов. Почему он сказал, что народу здесь очень много? Спасибо, Диана. Что ты заказала? Что? Что ты заказала? Йогурт. Бау. Вау. Это йогурт? Это йогурт, гриб-йогурт. Вау. Мы с тобой уже немножко коснулись того, что здесь очень много русскоязычных людей. Действительно, я вчера, вот, гуляя по Чикаго, просто прям заметила огромное количество славянских лиц. Много слышала русскоязычной речи. И для меня, например, живя в Бэрии, в Кремниевой долине, у нас нет такого, что, знаешь, типа, вот, какие-то выделенные русские районы, да, или там, ну, не знаю, какие-то конкретно районы национальности. Брайтон-Бич есть на Манхэттене, мы об этом знаем. Здесь, я так понимаю, тоже есть прям целые районы, вот эти целые сети русских СНГ-товаров и магазинов. Ну, я не знаю, прям, ну, то есть это, да, страны СНГ, скажем так, да. Да, и правда, тут есть площадки, тут есть школа, например, в прошлом нашем доме, где мы жили, и мы думали про школу. Например, есть целая школа элементарий, вот, где маленькие дети, и там все говорят на русском. То есть для меня был даже вот, ну, это вообще Америка, да, и все учителя. Ну, то есть, конечно, они говорят и на английском, но в плане, ты приходишь в банк, у тебя везде есть русскоговорящие. То есть, на самом деле, я себя ощутила, как примерно Брайтон, Нью-Йорк, потому что очень много людей русскоговоря... И как-то вот мы вот так скучковались именно здесь. Хотя я разговаривала с одной девушкой, и, например, вот я жила сколько, 4 года назад, да, в Виллинге. И, то есть для меня это прям центр мира, потому что у меня терапевт русскоговорящий потрясающий, у меня садик офигенный русскоговорящий, там, с едой, да. У меня эти мои любимые магазины, все рядом, все есть, маникюры, педикюры, все вот эти мастера золотые наши девчонки, все есть. И я говорю, блин, все, для меня это лучший русскоговорящий район. И она так на меня посмотрела, помню, так смеялась, говорит, Ксюша, да еще, наверное, лет 6 назад там один мексиканца жили. И просто вот как-то, я даже не углублялась, но мне сейчас интересно со мной поузнавать, потому что вот мы реально как-то выжили всех остальных. Очень много было мексиканцев, очень много было китайцев, как-то вот так, хотя, с другой стороны, в Бафлогров, очень много индусов. То есть так же, просто как-то мы вот так вот кучкуемся, что нас вот как-то слишком много вот эти участки. Хотя, ближе к Чикаго есть целая украинская деревня, прям называется Ukraine Village. Я туда ни разу не ездила, но я знаю, что у меня есть девчонки, там также магазины, там все, там даже все написано на языках, то есть вот как-то так есть. Я знаю, что есть прям целые территории, где живут казахи, где живут узбеки, то есть, ну, вот как-то так мы делимся. Не знаю, почему в Ильиносе вот так, потому что, например, во Флориде у меня тоже такого не было. Хотя, возьмем Майами, там же вообще Sunny Islands этот, Hollandal Beach, как он называется, там все, они русские, все, они там просто съели весь этот пляж, там никого нету. То есть ты там так же сидишь на пляже, и все говорят по-русски. Ну, тебе еще предстоит, ты это увидишь, но правда, там все эти Вася, Пети, ты вроде в Майами, но ты не в Майами. Потом ты поедешь чуть повыше в Майами, и там уже будут. Но, короче, мне кажется, что, опять же, наши забирают лучшие места, потому что мы и как бы в Ильиносе и в Чикаго, но одновременно мы и не в Чикаго. Тебе недалеко до него, просто как бы мы вчера так долго ехали, да, ну, в принципе, 30-40 минут, и ты в Чикаго. И ты выехал, у тебя хороший безопасный район, пригород, почему нет? Как-то говорю, мы забираем все самое лучшее всегда, поэтому, короче, живем в лучших районах. Ну, вот, слушай, кстати, это очень интересный факт, как бы для меня, как для человека, который, деятельность которого, в принципе, завязана на девочках местных в Америке, назовем это так. Я знаю, что для тебя это тоже, конечно же, плюсы и общение, но вообще у меня вот, когда мы зашли в эту аптеку русскоязычную, у меня было такое странное чувство, то есть я настолько все-таки уже привыкла к Америке, к американцам, ну, окей, как бы там ни называли американцы, пусть там они будут мексиканцы, азиаты, я живу вообще в азиатском районе, там очень много именно азиатов, там Корея, Китай, Япония, я прекрасно к ним отношусь. Я вот настолько уже привыкла, что для меня такая, я зашла, и тут там раз, там, кто-то там на русском спросил, сказал, ответил, и все вокруг на русском. И было даже странно, если честно. Где ты оказалась, да? Либо ты заходишь, и вот такой запах валерьянки. Да, 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 в какой-то там аптеку, вот это вот все. Да, да, потому что ты зайдешь в Огренц или в этот CVS куда-то, это никогда так не пахнет, согласись. Ты заходишь в американскую аптеку, это просто обычный какой-то американский продуктовый или там, я не знаю, с элементами аптеки. Да, а тут прям все, а какую вам там, а подскажите мне там что-то, ну, только здесь такое, правда. Ну, не знаю, мне как-то иногда прям даже, знаешь, так щемит сердце, приятно зайти, я там покупаю книги иногда, потому что там же есть и книги на русском, как-то приятно. Но когда тебе хочется немножко абстрагироваться, ты туда просто не заходишь и все. Но мой любимый момент – это Новый год. Здесь же все равно, как бы, американцы, они не празднуют Новый год. Они же все празднуют. Все сходят с ума на Рождество, реально, магазины, все, битком. А Новый год как-то вот... Первый января уже вообще нигде ничего нету. Да, так уже они начинают, да, с 26-го все убирать, я бывает прям даже расстраиваюсь, что как это так вообще, мы еще не отметили. Первый января уже в некоторых магазинах эти, дни святого Валентина, сердечки. 14 февраля, да-да-да. Вот, но у нас пока все это держится, особенно вот эти все фреш-фармы, гарден-фреши наши, это вот русскоязычные магазины, да, вот эти вот, где наши продукты. То есть туда в Новый год вообще шикарно, я обожаю это, там все с этими мандаринами, все с этими оливье, с этой колбасой носятся. Вот там прям такой движняк, знаешь, как у нас дома. Ты заходишь и правда, и там она кричит, Саша, купи селедку. Ну, то есть ты такого, знаешь, и ты знаешь, я вот помню даже прошлый Новый год, я стояла, думаю, вы мои хорошие, вот прям приятно, знаешь, потому что, ну, я не знаю, все равно здесь такого нет. Но среди американцев они стол прям, ну, накрывают, но как-то, возможно, я не знакома. Они там тоже все пекут, да, что-то делают, да, как-то мы как-то вот особо, мы вот все держимся своими, да, то есть, возможно, даже, и даже это не отсутствие английского. Например, когда я жила во Флориде, я там супер подтянулась в английский, потому что я приехала с Бруклина, практически Брайтона, где ты просто заходишь и говоришь, I don't speak English, и даже, как ты говоришь don't, все понимают, что ты говоришь по-русски. Вот, и с тобой что вы хотели, то там это вообще не прокатывало, там я прошла всю свою беременность первую, вот, с американским доктором рожала, все это как бы было, да, и я пыталась, правда, я пыталась, я уже думала, что скоро завою одна на Луну с ребенком, сначала с пузом с этим в одиночестве, и я пыталась, но вот даже, понимаешь, вот они по-другому думают, они по-другому вообще все делают, там, например, с моим первым ребенком, я там ей все подтирала, я, конечно, не кипятила соски, ну, вообще, как бы. А что, я кипятила? Ну, как бы, видишь, у всех по-разному там, не дай бог пюрешку в магазин, ну, не дай, только самой там все, вот, то есть здесь настолько, и вот ты не сходишься, И, возможно, поэтому я как-то, и не то, что не знаю всех вот этих вот ценностей, но я кайфую от своих, возможно, сейчас мои дети подрастут и начнут приводить ко мне американцев и говорить, мама, здесь так, здесь так, но многое мы уже переняли, да, как мы празднуем, как мы тепло ждем Хэллоуин, как мы потрясающе все ждем День Благодарения, и печем мы все эту индейку, И вот в этом году буду первый раз я пробовать делать этот тыквенный пирог, вот эти вот все моменты мы все равно перетягиваем на себя какие-то, но Новый год, это вот по-нашему, это икорка, это селедка, это оливье, причем не с курицей, с колбасой, нет, реально, тут такие очереди, я тебе говорю, это надо просто видеть, прямо ваше сердце, хочешь домой, прилетим сюда. Ну вот я тебе, кстати, хочу сказать, что в Калифорнии оно так не чувствуется, потому что все-таки, во-первых, теплый, теплый Новый год, у нас в прошлом году еще в декабре, ну как бы у нас потом как-то испортилась совсем погода, прошлый год был нетипично холодный для Калифорнии, но все равно ты идешь, я помню, еще был декабрь, и я там записывала какие-то видео, я просто шла в легкой кофточке, это солнце, это пальмы, вот это вот все, ну у нас снег же не попадает в принципе в этой локации, и очень так, не знаю, ну вот немножко, конечно, по-другому воспринимается, я же говорю, что у нас есть там несколько небольших русскоязычных магазинов, да, но они все-таки вот, они не такие, как там Net Cost в Нью-Йорке, как ваш этот Fresh Farm, нет, там такие более, ну они такие маленькие, с каким-то минимальным набором продуктов, с гречкой самое важное, ну типа того, ну у нас эти гречки продаются даже в некоторых азиатских магазинах, да, гречка есть везде, просто надо найти ее название, вот, и мне вот даже, я тебя слушаю, мне так интересно это все воспринимать, потому что, ну для меня всегда Новый год был такой прям супер какой-то праздник, на первый год, когда приехали в декабре, мы были в Нью-Йорке, там, конечно, ну опять же, это было не новогоднее время, это было рождественское время, все там к Рождеству просто пищали, все было прекрасно, потрясающе красиво и холодно, и там и снег даже выпал, в прошлом году, ну такое было, знаешь, полупразднование, все американцы, ну и даже вот русские американцы, они все уезжают на эти праздники, кстати, вот особенно из Калифорнии, конечно, что куда-то там в снег, мы вообще сидели такие, знаешь, грустные, что-то мы не сообразили там, даже не попытались никуда забронировать, да тем более я и по снегу особо не соскучилась, и мы, короче, сидели, знаешь, все друзья разъехались, потому что Новый год, никто не отмещает дома, и мы такие, Новый год, там шампанское с родителями по скайпу. И вот это тоже Чикаго, сегодня очень холодно, сегодня льет дождь, и это стандартная погода осени. Одна из достопримечательностей Чикаго, это дом, один дома, посмотрите, люди, кстати, здесь живут, абсолютно реальные люди, которые не очень любят всех приезжих, которые приезжают сюда фоткаться, вот мне сказали о том, что здесь, видите, поставили загорождение, потому что особо наглые, раньше просто ходили прямо к входу фотографироваться, не знаю, вот так в какой-то момент ты просто живешь, живешь и попадаешь в абсолютно реальную картинку фильма, который ты смотрел в детстве. Вот за что мне действительно нравится Америка, за то, что в какой-то момент реально попасть в фильм. Может быть, Чикаго и много всякой красоты, но посмотрите, какая погода. Все наши планы просто потихонечку отменяются, потому что ходить, как мокрая курица, не хочется. Но, тем не менее, в одну из достопримечательностей мы все же съездили, правда, очень быстро. Чувствуешь ли ты здесь вот эти основные веяния демократических штатов, что касается бездомных, что касается, например, пропаганды, свободы, навязывания детям различных трендов и мышлений, иногда, возможно, даже... Ну, то есть я прекрасно отношусь ко всем, я прекрасно отношусь... Ну, то есть у меня нет какого-то негатива по отношению к бездомным, которые выбирают так жить. Создаётся же очень много социальных программ, им предлагают шейф, им предлагают еду, им предлагают страховки, просто при этом они должны, например, отказаться, не знаю, от употребления своих веществ, от чего они, например, не отказываются. И очень часто это влечёт за тем, что они просто возвращаются на улицы, хотя у них при этом есть все возможности. Я абсолютно нормально отношусь к людям, ну, кто выбирает, там, быть, там, был мальчиком, стал девочкой, или там какие-то ещё, там, кто... Однополые браки, я ко всем прекрасно отношусь. Кроме того, что в Калифорнии я очень сильно чувствую именно навязывание и пропаганду того, что это становится, типа, знаешь... Трендом каким-то, да? Да, модным веянием современности, да, что это модно, как будто бы быть, там, не тем, кто ты есть сейчас, и этому уделяется очень большое внимание, именно, ну, по крайней мере, это очень сильно в Калифорнии, как здесь. Честно, я не чувствовала такого. Я не буду судить, да, тех, кто выбирает жить на улице, потому что есть разные ситуации, у многих людей там была, ну, очень красивая жизнь, что-то случилось, их сломало. Им тяжело, но это их не выбор. В школе, вот, например, да, у меня же ребёнок тут в третьем классе, и она пришла домой, да, и как-то спросила, мама, как ты отреагируешь на то, что я могу выйти замуж за другую девочку, да? У меня, конечно, ступор, это пять минут стабильно было, но я пытаюсь ей объяснить, что пусть другие думают и делают свой выбор, но давай-ка мы не будем торопиться, давай мы это будем обсуждать в своё время, но пока ты держись за учёбу. Да, мне не нравится, что они обсуждают в таком маленьком возрасте об этом, потому что ребёнок очень склонен, как губка, да, всё впитывать в такую информацию, зачем ему нагружать мозг вот такими делами, если есть намного более интересные вещи. Но то, что тут я не видела, что так открыто всё это происходит, как в Нью-Йорке мне рассказывали, да, вот эти все парады, я не знаю, что, более лояльные, более спокойные тут. Да? Да. Потому что буквально совсем недавно одна моя знакомая, которая живёт по соседству со мной, там же в долине, у них в школе, вот она рассказывала, у них в школе был целый урок, посвящённый тому, что на урок пришёл трансгендер, ну, я не помню, кто кем был и кто кем стал, да, но сам факт того, что вот он именно пришёл для того, чтобы рассказать о свободе выбора. Что это нормально. Ну, как бы, да, то есть, окей, ну, если большинство людей считают, что это доказано, что человек с этим рождается, это неизменно, хорошо, я абсолютно ничего не имею против, но дети, я просто не представляю, что дети, там, в первом классе, в третьем классе, что они действительно это могут понять. Особенно, когда к тебе в школе приходят, и в школе ты же вроде как на подсознании доверяешь информации, которую тебе там дают, это же школа. Иногда тебе дают информацию, которая может... Что это нормально, да. Повести, возможно, никто на время, в общем, суть не в этом. Суть в том, что я... вот это вот меня в последнее время начинает напрягать, и, в принципе, если у вас такого нету, то... Ты знаешь, ну, я была бы против, то, что касаемо школы, да, зачем продвигать вот такие направления. Да, человек сделал свой выбор, молодец, но пусть он живет своей жизнью, зачем вот это все рекламировать другим. У каждого свое время, у каждого своя жизнь, зачем? Нет, я тоже против, честно, я не готова к этому. И когда мой ребенок говорил, мама, давай переедем домой обратно, да, к бабушкам там в Молдове, я хочу учиться там. Конечно же, мне было обидно за то, что я, наоборот, переехала сюда и начала тут обустраивать свою жизнь, чтобы у нее было другое будущее, да, более легкое. Но я вижу, что тут творится. Конечно, я всячески, как родитель, буду предостерегать своего ребенка от таких ситуаций, но пока мне все думают, что да, я согласна с тобой, что это рано, это не... Просто не морально, что такое детям говорить. Ну, навязывать, именно навязывать мнение. То есть я против навязывания любого мнения, и так же, как вот в Америке, например, есть тенденция, допустим, к бодипозитиву. И все те, кто там набирает большой вес, они перестают... Ну, то есть лично для меня большой вес чаще всего это проблемы со здоровьем. То есть какие-то... И ментальные тоже. Ну, да, то есть я имею в виду, что да, для кого-то там... Ну, то есть я тоже набирала вес, я знаю, что такое РПП, расстройство пищевого поведения, я знаю, к чему это ведет. И окей, многие могут, может быть, действительно, там, гормональные какие-то проблемы или что-то еще, я не буду во все там углубляться. Ну, я знаю, что они не могут сбросить вес. Но вот здесь начинается пропаганда того, что, типа, это круто, это классно, там, давайте все будем такими. Не важно бодипозитив в плане большого набора веса, или быть совершенно худой, или там какие-то вот навязывать такие стандарты общества людям. И вроде бы, с одной стороны, ты свободен выражать все, что ты хочешь, да? А с другой стороны, потом это ведет к тому, что... Что потом ты должна это все раскручивать, да. Ну, тебе и твоим детям потом навязывают какое-то новое веяние общества, назовем это так. Ты знаешь, в погоне за модой всегда можешь сплотнуться, но я не тот человек, который будет вести себя вот на эти все... Нет, я не тиктокерша, я не смотрю вот эти все тенденции, да. У меня свой образ жизни, я раньше продвигала здоровый образ жизни, и сейчас как бы для себя. Я была фитнес-тренером, и по здоровому питанию я консультировала. По крайней мере, тут, да, мне жалко этих людей, что они до такого дошли, но это их не выбор, я не могу... Я тоже могу сказать, навязывать такой тренд, да, давайте начнем со спорта, давайте с завтрашнего дня правильно питаться, давайте вот так. Людям нравится больше скандал, любят что-то вау и быстро. Ты же быстрее набираешь, чем сбрасываешь, конечно же, это тяжелый труд себе в чем-то отказывать, а тут что-то другое. И главное не вестись на эти все глупости, выбрать то, что тебе подходит, и просто делать. Хорошо, скажи свое мнение по поводу питания в Америке в целом. Как оно тебе? Ну, просто я вижу, что ты с фигурой прекрасно справляешься, у тебя... Все хорошо, да. Все хорошо. А существует мнение, что в Америке, ну, как бы, там, не знаю, даже от брокколи толстеют? Ну, не прям так, но по-любому дома еда намного вкуснее вообще в Европе, да. Я путешествую летом, и в Италии, в Швейцарии. Ну, относительно с Америкой, да, там намного вкуснее, но я не знаю, почему. Тут люди намного ставят плюс на сахар, да, на все сладкое, они перебарщивают с этим, и тут я не согласна. Но надо выбирать, надо правильно все почитать и выбрать то, что тебе подходит, и почему не приготовить самой себе что-то вкусненькое дома. Не обязательно всегда ходить по ресторанам американским, конечно же, с этими фастфудами долго не протянешь. Но это дело каждого. Хорошо, а как бы ты, вот, например, кто-нибудь посмотрит наше видео и подумает, будет решать, переезжать ему в Чикаго или нет? Что ты считаешь нужно, вот, прям, обязательно важно учитывать, знать, прежде чем выбрать этот штат или этот город, да, для жизни? Ты знаешь, когда меня с дома спрашивают, и часто такие, как там жить в Чикаго, расскажи подробнее. Все думают, что да, тут очень легко, тут все живут богато, некоторые приезжают домой и хвастаются, что вот, я там зарабатываю, вот столько-то, столько-то. Но жизнь тут намного дороже, чем дома. Если взять, переехать с Европы сюда, не ждите, что тут вас прямо с распостертыми объятиями на, пожалуйста, одну пачку, вторую, третью. Будь готов, что ты будешь работать в два раза больше, чтобы иметь что-то. Будь готов, что тут намного более сумасшедший ритм жизни, да, ты ничего не успеваешь, если ты постоянно в дорогах, да, ты не сидишь на месте. Ты немножко устаешь, но если привыкаешь, то все это дается как само собой. Из других штатов сюда, именно в Вилинойс, ну не знаю, знаешь, у каждого свои хотелки. Кто-то хочет к океану, кто-то хочет. Вот видишь, почему ты Л.А. и не Чикаго? А я и не Л.А. Не Л.А. Я Долина? Ты Долина. Вот почему там, а не тут? Из-за погоды. Вот видишь, каждый выбирает то, что ему подходит больше. Я была в Вашингтоне, я была вот сюда во Флориде, я была и в Вегасе, и куда хочешь, но меня тянет сюда именно. Ну не знаю почему, пока ведь я не готова переехать. Хорошо, спасибо большое, ты поделилась много информацией, я надеюсь, что это будет полезно. Мастерам, которые планируют сюда переехать и пусть готовят деньги на хорошую лицензию, на обучение. Не все так легко, как кажется в этой Америке. Вот, спасибо тебе большое. И тебе спасибо, приятно было познакомиться. Сегодня мы прям чувствуем гораздо более похожая погода на Чикаго. Не то, чтобы я прям была такая, знаете, понтовая дама, просто у меня от ветра очень сильно слезятся глаза. И неважно, какая погода, я не могу ходить без очков там, где очень сильно ветрено. Сейчас мы гуляем, просто смотрю, многие люди прям одели уже перчатки, шапки, куртки. Вот, смотрите, девчонки уже идут в теплых вещах. Я взяла самое теплое, что у меня было. В долине сейчас плюс 30, здесь сейчас плюс 10. Лил дождь, вот сейчас вышло солнце, немножко распогодилось. Но я прям сегодня ощущаю начало той самой погоды, о которой холодная, о которой все говорят. Ветрено. Вот мы еще прям идем по какому-то такому, знаете, проулочке, где ветра практически нету. Но ощущается осенняя погода, да. Девочки, ваша типичная стандартная погода. Если расслабиться и не дышать, ну мы же чикавские женщины. Нам холодно, да, Валя? Главное колготки с начесом. Короче, чтобы вы понимали, примерно два года я не знала такого слова, как зонт, потому что мы ее никогда не пользовались здесь. Но в Чикаго девочки сразу сказали, что как бы, Кать, здесь ты вспомнишь, что такое зонт, поэтому не расслабляйся. Ну, как бы, девочки сказали, все так и было. Мы идем в здание London House, а для того, чтобы посмотреть на красивый вид на город, это будет сороковой этаж. Вот наш бар, в который мы приехали. А где же наш вид? Посырать. А мы где? Не то, а мы ниже. Ну, поднимем. Давай покажу, какие здесь виды. Расскажи теперь мне, а какие ты, давай, три плюса, три минуса жизни, где ты живешь? Пригород, Чикаго, Иллинойс. Ну, один из плюсов – большой метраж со нормальной деньги, потому что я думаю, что если снять квартиру… Ну, мы не говорим про дома, потому что домов в Чикаго же я не видела, да? Вот, то есть, ну, это совершенно другие суммы. Плюс – мне нравится все-таки здесь… мы сейчас говорим про плюсы, да? Что мне нравится все равно такая какая-то умиротворенность. Я безумно кайфую от этих смены погоды четырех сезонов, потому что вот как раз-таки Новый год у нас снег и холодно, все как должно быть. И еще один плюс… Что какое еще? А, ну что, здесь много русскоговорящих людей, потому что я люблю людей, тем более русскоговорящих, и я рада, что вас здесь много, мы можем собираться, встречаться, знакомиться всем. Три минусы – большие налоги. Так. Начнем про это. Большие налоги на все, мне кажется, даже, блин, на еду, на все, все как-то… Большие налоги. Окей, если… Если мы не берем Чикаго, то берем пригород, ужасно общепить, да? Ну, то есть, особо некуда сходить, вот, таких прям мест красивых… Нет, для меня это важно – выйти иногда в красивое место, чтобы не ехать в город. Да, наверное, это моя проблема, что я живу в деревне, а не в городе. Те, кто живет в городе, у них нет таких проблем. Ну, и еще один минус. Да, я не знаю. Нет, все здесь хорошо, все… Ну, меня здесь все устраивает, поэтому я здесь и живу. Какие-то такие незначительные минусы, я их даже не замечаю. Потому что я уже, знаешь, во-первых, и до Америки, то есть, ты как бы приспосабливаешься уже к этому. То есть, я вот, например, в Казахстане понимала, что я там работаю, я приехала, но мне не нравится. Ну, то есть, в принципе, мне просто не нравится город, мне не подходит. Это не мое, я просто почувствовала. Я ездила по разным городам Казахстана. Попутешествовать – класс, супер, жить не мое. Так же, как и в России, да, например, Питер красивый – круто, жить не смогу. Москва – круто, красиво, не смогу. Вот я, может, все-таки деревенская Ярославль, там, сколько, три часа от… сколько километров уже, не помню, от Москвы. Но вот мой город – кайфовый, золотое кольцо, все, люблю, не могу. Так же и тут, то есть, в Нью-Йорк я сразу понимала, что прикольно, мы приехали, сначала вообще ничего не понимали. Но когда уже было с чем сравнить, мы поняли, что все-таки это не наше. И, мало того, я возвращалась в Нью-Йорк в том году, живя уже в Ильиносе три года, мне прилетели подруги, у меня была именно вот такая ностальгия, знаешь, я хотела… Вспомните, как это… Ну, вот, все-таки это же Нью-Йорк, это вот все фильмы, это же вот все, я приехала, я увидела снова этот Бруклин, я увидела снова… Ну, для меня это очень грязно, то есть, теперь мне есть чем сравнить, все-таки не хочу я вот… Здесь тоже много русскоговорящих, но там другие, на чём это… То есть, здесь как-то вот у нас все, даже не то, что… Чикаго интеллигентный, Веселеность интеллигента для меня, то есть, здесь все как-то… Все красиво для меня. И я приехала уже на этот Манхэттен, и Централ Парк, и все прикольно, но не то. Для меня Миллениум Парк Чикаго, он больше, ну, для меня вот прям по красоте. И я, может быть, еще слетаю пару дней, все. Так же и по Флориде, все красиво, не мое. То есть, вот, я даже до сих пор, ты понимаешь, я настолько, видимо… Ну, мне так было тяжело в этой Флориде, что до сих пор меня зовут, даже зимой Ксюх, полетели… Нет. Я еще от нее не отошла. Ну, то есть, четыре года я… Нет. Пойдемте в Калифорнию пойдемте, где еще тепло, но не во Флориде. Нет. Хотя мои дети очень просят в теплый океан. Я даже один раз думала вписаться, но потом, как вспомнила это снова, думаю, нет. Только не Флориде. Не знаю, хотя красивейный штат, прекрасный. Одни номера на машину с апельсинами, что стоит. Вот эти фермы апельсиновые, плантации, где мы только не были. Потрясающе. Но нет. Я поеду туда когда-нибудь просто отдохнуть на недельку. Вот. Хотя Флорида с разных сторон, она удивительная со стороны… С расходами Мексиканского залива, со стороны Атлантического океана, она правда разная. Но не мое. Калифорния, может быть, моя. Когда-нибудь я приеду к ее гостям. Вот. Потому что, опять же, да, мы были в Калифорнии, мы были в Лос-Анджелесе. То есть я в ужасе. Вообще больше ни за что никогда. Мы были в горах, но это потрясающе. До Вашей долины мы еще не доехали. Все впереди. То есть нам много есть что посмотреть. Вот. Поэтому каждый выбирает, с чем он готов мириться, а с чем нет. Поэтому прям про минусы я тебе больше не буду говорить. Потому что меня все здесь устраивает. Я люблю свой штат. Вот. Хорошо. Какие минусы говорят здесь? Ну, вот вообще самые… Ну, самое, что дорого. Налоги. И холодно. А криминал? Да нет. Мне кажется, это все новости. Опять же, я не знаю. Ну, вот все, кто здесь, мы живем. Все, кого я знаю. У всех нормально с криминалом все. Для всех нас работает полиция. Все у нас хорошо. Нет ничего такого. Опять же, я живу в нормальных районах. То есть я не живу нигде, чтобы там, не знаю. Есть, где ты проезжаешь, и окна на решетке. Решетки на окна. Есть магазины с решетками. У нас нет. Ну, вот я не знаю. Вчера было, вечером все-таки как-то, знаешь… Ну, запеканно, скажем так, да. Есть вот, опять же, да… Мы с тобой не заходили, кстати. Есть вот эти районы в Даунтауне. В Таргет ты зайдешь, там все в решетках. То есть, значит, Даунтаун может быть опасный, но я этого не знаю. Я там не хожу. Опять же, да, я выбираю правильные места, правильное время. Вот и все. Возможно, если я где-то буду… Я не знаю. То есть, может быть, у меня там, не знаю, англо-хранитель. У меня все хорошо. Мне очень нравится. Мне безопасно. Там, где не безопасно, я чувствую, просто не иду. Ну, то есть, не лезу куда не надо. Сегодня, вот, попробуем ощутить. Пойдем по всем районам. Нарядимся все красиво, оденемся в свое золото и пойдем. Посмотрим. Посмотрим. Ну, сразу будет видно, да, что это не местные приехали. Ну, да. Посмотрим, что с нами будет. У нас будет шестеро, я думаю, это безопасно. Шестеро сумасшедших женщин будет. Я готова поделиться моими впечатлениями о Чикаго, о моих нескольких днях, проведенных здесь. Я очень рада, потому что это просто город произвел на меня эстетически потрясающее впечатление. Здесь очень чисто, очень красиво. Это не зря считается одним из самых красивых даунтаунов Америки, потому что вот поистине можно ходить, любоваться. Девочки смеялись надо мной, потому что местные, конечно, уже привыкли, но я ходила и готова была не выключать телефон и снимать абсолютно каждый угол. Я просто в восторге. Начнем с плюсов. Несколько назову своих, закончим минусами. Тоже несколько, которые я заметила. Из плюсов. Здесь, как я уже сказала, намного чище, чем в других больших городах. Здесь намного меньше бездомных, но я выяснила причину, потому что они прячутся там, где теплее, там в теплотрассах, в подвалах, на парковках подземных. Здесь город строится не только вверх, но и под землю. И вот там как раз таки гораздо большая вероятность встретить тех самых бездомных. И когда ходишь здесь по земле, кажется, как будто их и вовсе нету. Значит, вчера была отличная погода, было солнышко. Девочки говорят о том, что летом здесь тоже просто тепло, прекрасно, потрясающе. Здесь для тех, кто любит сезонность, здесь есть все четыре сезона. Сейчас здесь настоящая осень, все пожелтело зимой. Здесь вполне возможно, что и будет и снег, и от года к году говорят, что это отличается. Но, тем не менее, ощущается здесь полноценная зима, весна, лето, осень. Могу сразу перейти к недостаткам. Посмотрите, какие здесь ветра. Это очень ветреный город из-за того, что он расположен на берегу озера Мичиган. Сюда задувают вот такие вот холоднющие, просто пронизывающие, особенно зимой, да, костей ветра. То есть погода здесь, конечно, на любителя. Для меня, как для очень теплолюбивого кота, это не подходит, мне кажется. Просто потому что я выбирала максимально теплую для себя климатическую зону. То есть мне уже хочется вернуться в Калифорнию, в которой сегодня плюс 30 в начале октября. Но здесь сегодня плюс 10. Как я и говорила, сильные ветра сдули мой телефон. Поэтому мы продолжаем уже немножечко из другого ракурса. Еще из недостатков, хотя вообще на самом деле очень сомнительным. У меня было такое ощущение, что Чикаго это такой супер преступный город. То есть мне почему-то казалось, что здесь прямо мафия на каждом шагу. Не знаю, здесь буквально за каждым переулком тебя там подстерегают. Ну, я не знаю, если честно, наверное, с ножом или там готовы ограбить. Здесь, безусловно, есть криминал. Но, вот как сказали девочки, наверняка не больше, чем в других мегаполисах. Потому что все-таки те времена вот этой вот прямо мафии, мафии, они прошли. И вот, да, мы гуляли, по сути, ну, я не могу следить по своему одному дню. Но девочки, которые работают, которые часто ездят в Чикаго, надо знать места, надо знать районы, в которые лучше не соваться. Надо знать районы, в которых ты можешь абсолютно спокойно гулять в дневное время. Давайте будем уточнять. От девочек я услышала мнение о том, что Чикаго очень приветливый. Хотя, если честно, после Калифорнии вот я прям не заметила таких супер лучезарных улыбок. Наверное, уже просто к осени всех подморозила. И они начали прятаться в куртке. Здесь сейчас лично для меня очень холодно. Не хочется ходить по улицам. Здесь дождливо. Наверняка это сказывается на том, что погода зеленая, природа зеленая. Но, тем не менее, здесь достаточно дорого. То есть, по ценам мы выяснили, что, возможно, здесь гораздо дешевле купить жилье в пригороде, чем даже, наверное, в Калифорнии. Но, при том, при всем, аренда в хороших высотках, небоскребах, хороших районах, она здесь все равно ниже, чем в Кремниевой долине. Безусловно, ниже, чем в Нью-Йорке, на Манхэттене. Я в этом уверена. Но, тем не менее, этот все равно город стремится к тому, чтобы называться дорогим. Обязательно это учитывайте. Пообщавшись со всеми девочками, которых я здесь встретила, всех подружек Ксюши, у которой я остановилась, я могу сказать, что они здесь видят намного больше плюсов, чем минусов. То есть, все достаточно осознанно выбирали этот город, этот штат. Здесь огромное количество русскоязычного сообщества для тех, для кого это важно. Здесь весело, здесь шумно, здесь классно. Здесь мегаполис, я бы сказала, с лучшими плюсами, которые могут у него быть, и с гораздо меньшими минусами, которые я, например, замечаю в других больших городах Америки, в которых я уже была. Поэтому делайте свои выводы, читайте информацию, пишите девочкам, которые здесь живут, спрашивайте у них все, что вас интересует. Пишите в комментариях под этим видео, мы обязательно ответим вам на ваши вопросы. До новых встреч в следующем штате. Я не могла оставить вас без этого вида и не снять потрясающий Чикаго ночью. Вы знаете, тут у двух моих девушек, у которых я брала интервью, есть одна небольшая, но общая схожая черта. Две девочки вместе делали пластику груди в Америке. И судя по тому, как много в Инстаграме этим вопросом заинтересовались, сейчас я просто задам девочкам несколько таких вводных информаций для тех, кому вдруг это интересно. Сейчас мы все у них узнаем. Я задаю вопросы, они просто по очереди отвечают, у нас такой просто быстрый небольшой блиц. Сколько стоило? Мои десять. Мои пять. Это не по размеру стоимость. Что-то по скидке пошло. Кстати, да, я по скидке пошла. Был промоушен в феврале. Да, в Чикаго вот за пятерку ты могла сделать, если записывала заранее. Хорошо, поделитесь плюсами. Что понравилось? Так, у меня десятка по другому случаю, не потому что я на скидке. У меня было более сложно обираться. Да мы поняли, что ты не на скидке. Ну, потому что есть разное. Есть увеличение, есть, например, коррекция после рождения и кормления двоих детей. Я думаю, что для многих это актуально. Вот, это не страшно, все окей. Поэтому суммы из-за этого разные. Потому что у меня было чуть больше работы и чуть больше у меня было запроса. Поэтому и сумма у меня больше. Но я не по скидке. Хорошо, что входило? Что входило? У меня входила якорная подтяжка, обязательный имплант и коррекция сосков. Так, на ютубе вообще можно такое говорить? Ладно, окей. У тебя все можно сегодня. Ладно, хорошо. Вот, я довольна, я жива и не страшно. Все окей. Что в твою пятерку входило? У меня только импланты и я выбрала именно Америку, чтобы не бегать туда-сюда по Европе за некоторым вопросом, которые могут возникнуть потом. Поэтому я выбрала доктора-американца тут. И вообще не жалею об этом. Так что все прошло гладко-сладко и я очень довольна результатом. Были ли негативные какие-то моменты? Я, например, слышала историю про то, что чисто внешне это все выглядело странновато. У меня выглядело очень не странновато, а страшно. На самом деле я предполагала, что это все будет фэнти супер дорого, красиво, бело. Вообще не все как в фильмах. Меня спустили на какой-то странный бейсмент в приглушенный свет, холодные белые столы. Все такое. Просто опять же, да, картинка медицины и все, что есть на самом деле. Я не скажу, что у меня плохой врач. У меня потрясающая клиника. Работает несколько хирургов пластических. Просто это правда так. То есть картинка одна, по факту другая. Но это не сложилось, точнее не повлияло на качество. Все окей, я жива. И нас это не остановило, короче. У тебя тоже был такой же опыт? Да, конечно. Но правда не в бейсменте, на третьем этаже. Но такой же холодный стол. И первое, что я обратила внимание, что очень скудно все. Аппаратура в том числе. Но я поискала в первую очередь фибрилляторы. Не дай бог, чтоб все успели. Но слава богу, без осложнений все прошло очень хорошо. То есть это просто касаясь вопроса, наверное, американской медицины. Эстетика. Эстетики этой всей медицины. Ее не было? Не было. Все просто. А главное, что когда я, например, у меня была более сложная операция. У меня было много крови, скажем там. Не все это было красиво. Когда мне позвонил доктор, вечером просто сказала, Ксюша, ну то есть прошло несколько часов, он мне сказал, Ксюша, иди в душ и просто помойся. Ну как бы, в плане, я была в шоке. Ну разрезы, все это страшно, там все это снять компрессионное белье. То есть у них все настолько easy. Просто помойся и все нормально. Я говорю, а как же перевязки там все, ну ты предполагаешь, что это сложная операция. Блин, тебя разрезали, что-то в тебя вложили. То есть, нет, тут все настолько просто, поэтому все окей. Кстати, все говорили, почему вы сразу же выходите из госпиталя, да? Меня вообще выкинули в машину. Это тоже. Сразу же после операции. Да, сразу. Мы проснулись после наркоза. Мы сели в машину. Да. Но уж мы не сели, меня перекинули в кресло, напялили на мои разбухшие ноги кроссовки и меня просто посадил в машину муж и все. То есть, никто с тобой вообще не сюсюкается. То есть, ну и опять же мы повторимся, да, у нас это, я думаю, что так везде. Это не потому, что мы там по скидке или не по скидке выкинули на улицу. Это просто. Да. Просто, честно, до того, как я готовилась, мне было безумно страшно, да. Я же смотрела всяких блогеров наших, кто, как вообще, что после операций там с компотиком, привет, очнулась, день ты лежишь, два дня ты там с тобой все смотрят. Здесь вообще не так. Сделала, все, пошла. И все нормально. Вечером позвонил, все окей. Пришла на перевязку. Ну, у меня так. И все, никто, ничего. Все хорошо, все заживет. Поэтому. Сколько был период реабилитации? У меня еще была липосакция рук. Я, на самом деле, у меня была задумка проснуться гусеницей, уснуть гусеницей, проснуться бабочкой. Но бабочка проснулась случайно. Ну, я не могла вообще двигаться. Мне было очень больно. Я только потом узнала, что липосакция рук, это вот эта вот именно зона, это безумно больно. Это самая-самая больная часть. Ну, и вообще я неженка. У меня все коровило, у меня все текло. Мне было безумно больно. То есть я предполагаю, что если бы у меня не было липосакции рук, а только грудь, то есть вообще неделя, Прямо? Вообще несколько дней. Четыре дня. Да, дают шикарные таблетки. Поддерживаю. Ну, слушай, ну правда, как без смеха. Все хорошо. Вообще не страшно. Главное – позитивный настрой. Есть какие-то негативные последствия? Ну, то есть есть что-то… Есть комфорт? Нет. Мне не нравится мой размер, например, начнем с этого. Да, я бы хотела поменьше, хотя все хотят побольше. Ну, окей. Ну, а так, я просто думаю о том, что надо было сделать раньше. Меньше бояться, меньше мыслей. Просто, если тебя уже интересует, что-то тебя не устраивает, и ты, например, не можешь это исправить, либо просто не хочешь. Как, например, я еще хотела сделать красивый живот. Вот. Он мне сказал, слушай, ты вообще не встанешь, подожди, давай поступательными движениями. Вот. То есть иди и делай. И все. А главное, что не просто бойся, а пойди, разговаривай с докторами, узнавай. Например, мой доктор, когда я его увидела, он у меня, ну, то есть скажем, американец, но он говорит как-то по-русски, да, еще. Мне было еще супер с ним как-то комфортно, потому что он меня понимает на моем языке. Потому что, когда я очнулась, я там что-то говорила явно на русском, не на английском. Вот. И он вот настолько был крутой, что я зашла, я поняла, что я ему готова довериться. Я ходила к другим. И ты видишь, что ты пришла просто пачка денег, и он тебе говорит, что, ну, еще одна. Понятно, что и у этого доктора я была еще одна, но тут было как-то более, больше внимания ко мне какого-то. И вот на это я повелась, да, на внимание. Вот и все. Короче, если вдруг у кого-то возникнут вопросы по этому поводу, можно написать? Можно. Конечно. Фотографию не вышлю, потрогать не дам, но можно. Но расскажу, если что, да. Но тебе потрогать дам. У нас уже такое доверие двухдневное. Если есть вопросы, пишите в комментариях, пишите девочкам. Все ссылки уже у вас есть.